Моё тело принадлежит Фан Юаню, а у него осталась его душа, оба они используют связанную удачу. Когда он использует удачу собачьего дерьма бессмертного Гу, чтобы улучшить свою собственную удачу, она будет стекать вниз, как вода, направляясь к Ефану, Хань Ли, Хун и Хэй Лу Лань. А у этих четырёх людей удача связана с моим телом, поэтому я тоже получил от неё пользу. Неудивительно, что раньше я так долго ждал безрезультатно и со слабыми надеждами. Но теперь Фэн Чан Цзы внезапно проиграл Париланг Цзыцу и нуждается в капитале, поэтому он заключил сделку со мной и я получил свет не за памятные эпохи. Подумав об этом, Инвусе узнал об огромной ценности Фан Юаня. Его бессмертная апертура должна подвергаться испытаниям каждые два месяца. Он должен был использовать удачу собачьего дерьма, чтобы увеличить свою удачу и уменьшить силу земного бедствия. Таким образом, я могу извлечь из этого пользу. Мне не нужно идти на северные равнины и искать небеса долголетия, чтобы позаимствовать удачу. Даже если он знает, что это усилит его врагов, у него нет выбора. Поскольку бедствия и несчастья суверенной бессмертной апертуры намного превосходят логику, он должен сделать все возможные, чтобы пережить каждый кризис. Однако он решил пройти через испытания в северной ледяной равнине, и это был действительно мудрый шаг. Воля небес нацелилась на него, пытаясь избавиться от него, это определенно усилило бы земное бедствие. Но в условиях северной ледяной равнины истинный смысл безрассудного дикаря заменил часть небесной воли, что значительно уменьшило опасность. «Надеюсь, ты сможешь пережить это, и однажды я верну твое тело». Пробыв в безымянном лесу некоторое время, Инвусе и остальные снова отправились в путь. Инвусе двигался быстро. Ему не хватало времени. Не только потому, что остаточная душа его основного тела застряла в царстве грез, постоянно сталкиваясь с большой опасностью. Он должен был использовать эту удачу для усовершенствования исправленного бессмертного путешествия, потому что шансы на успех были бы намного выше. Северные равнины, северная ледяная равнина. Учитель, как долго мы должны оставаться здесь? Покорно спросил недавно продвинувшийся до шестого ранга Гагу бессмертный пути силы. Чуду стоял на ледяной равнине. Он смотрел на отпечаток руки, который он создал на земле, и вздыхал. Он не ответил своему ученику. Он впал в глубокое сожаление. «Я был слишком опрометчив раньше, почему я напал на него, не подумав. Раз он знает метод извлечения истинного смысла безрассудного дикаря, мне будет нелегко получить этот метод, независимо от того, будет ли это бессмертный убийственный ход или дом бессмертных гу. Даже если я убью его, мне нужно предотвратить самодетонацию его души, иначе все будет напрасно, я потеряю эту огромную возможность набрать силу. Я должен был действовать более осторожно, по крайней мере, я должен был быть вежливым, прежде чем прибегать к грубой силе. Прямо сейчас другая сторона заделала брешь и прячется в бессмертной апертуре. Это место легко защитить, но трудно атаковать, у меня нет методов, чтобы проникнуть туда. Еще не поздно спасти ситуацию. Может быть я могу поговорить с ним? Верно, у меня все еще есть его бессмертный гу пути меча. Это фишка для переговоров. Северные равнины. Внутри первого слоя небес в суверенной бессмертной апертуре. Фан Юань медленно открыл глаза, его зрачки вспыхнули. Я потратил столько дней на вычисление, но я буду использовать его оригинальное название, он будет и дальше называться кровавым потоком. Подумав об этом, по воле Фан Юаня черви гу вокруг него зашевелились, рассеиваясь вокруг него. Сотни смертных гу разлетелись вокруг него, образовав огромный круг. Кровавый актив бессмертной гу находился в его груди, его красная эмблема начала светиться, излучая обжигающий жар. Внезапно из груди Фан Юаня вырвался ослепительный кроваво-красный свет. Кроваво-красный свет устремился в небо, превратившись в огромный поток крови. Поток крови понес Фан Юаня и устремился наружу. Взлетев в небо, поток крови прочертил длинную красную линию. Река кроваво-красного света текла в первом слое небес. Везде, куда бы он ни направился, чувствовалась сильная вонь крови, вызывающая тошноту. В реке кроваво-красного света все тело Фан Юаня было накрыто, полностью скрыто. Это было хорошо, он мог скрыть себя, даже если враги захотят напасть, они не будут знать, в какую часть реки атаковать. Полетав некоторое время, Фан Юань перестал двигаться. Река кроваво-красного света исчезла, а фигура Фан Юаня осталась одна. Скорость этой реки может быть еще быстрее, мне просто нужно добавить еще немного смертных гу. Фан Юаня подумал о своем опыте и заключил. Но сколько бы смертных гу я не добавил, линейная скорость не сможет сравниться со скоростью побега меча бессмертного гу. Побег меча бессмертный гу был бессмертным гу 7 ранга. Этот бессмертный убийственный ход, кровавый поток, использовал только один бессмертный гу 6 ранга. И это был бессмертный гу 6 ранга кровавый актив. Естественно, что скорость уступала побегу меча. Если Фан Юаня не сможет поднять кровавый актив бессмертного гу до 7 ранга, то скорость кровавого потока по прямой не сможет превзойти побег меча. Но так как Фан Юань был гу бессмертным 6 ранга, то при использовании бессмертного гу 7 ранга ему пришлось бы снова оказаться в неловкой ситуации, а это того не стоило. Моя линейная скорость передвижения уступает скорости использования побега меча. Это было ожидаемо, это не проблема. Я придумал этот бессмертный убийственный ход, когда думал о возможности передвигаться, меняя направление, чтобы компенсировать недостаток побега меча бессмертного гу. Я могу попеременно использовать кровавый поток и побег меча бессмертного гу. Таким образом, я едва справлюсь с чуду. Фан Юань все хорошо обдумал. Кровавый поток был убийственным ходом пути крови, в то время как побег меча бессмертный гу был путем меча. Эти две вещи были не связаны. Если бы любой другой гу бессмертный использовал их оба, они бы проиграли с обеих сторон. Но Фан Юань был исключением. Его тело было особенным. Оно было сформировано из суверенного бессмертного эмбриона гу. Его знаки добыли всех путей, но они не мешали друг другу. Фан Юань мог поочередно использовать кровавый поток и побег меча бессмертных гу, не теряя при этом своей изначальной силы. Побег меча бессмертный гу позволял летать в линейном направлении, хотя он был быстрым, они могли двигаться только в одном направлении. Это было слишком просто. Его можно было легко парировать. Если пользователь останавливался, чтобы сменить направление, слабость, открытая в этом случае, была бы полностью использована доминирующим бессмертным. Но если бы он использовал побег меча и кровавый поток поочередно, он бы компенсировал их слабости и смог бы противостоять доминирующему бессмертному. Чуду был гу бессмертным пути силы. Путь силы был путем, который фокусировался на нападении и восстановлении. Он имел самую длинную стабильность в битве, но ему обычно не хватало скорости. Конечно, это была лишь оценка Фан Юаня. Что касается того, будет ли это эффективно, ему нужно было проверить это. В конце концов, последний раз доминирующий бессмертный Чуду открыто сражался сто лет назад. После битвы с первым верховным старейшиной племени Люон скрыл свои следы и занимался культивированием в уединении. В последние дни Фан Юань не только вычислил убийственный ход пути крови, но и собрал информацию о Чуду, используя всевозможные методы. Но большая часть информации была получена сто лет назад. В этот момент Фан Юань начал скучать по фее Лишань. Младшая тетя Хэй Лу Лань владела горным залогом гу. У нее была огромная сеть, она общалась со многими людьми на демоническом и праведном путях, и даже с одинокими бессмертными. Если бы она все еще была рядом, он смог бы собрать больше информации о Чуду. Секта Ланг Я может быть огромной, но она была в уединении столько лет, прежде чем снова захотела выйти на контакт с миром. В плане информации она не может сравниться с феей Лишань. Путь информации – это одно из моих слабых мест, я должен это исправить. Мысли Фан Юань облуждали. Он думал о битве на горе Итянь. Ах, это была огромная ловушка. Фан Юань думал об этом, а его сердце все еще колотилось. Он смог выжить, потому что два гиганта сражались, а он, как муравей, наживался на их конфликте. Он едва выжил, и то лишь благодаря удаче. Если подумать, это было потому, что его достижение пути информации было слишком низким, у него не было достаточно информации. Если бы он знал о скрытых деталях горы Итянь, он бы изменил свои планы. Однако, даже если бы я владел методами пути информации феи Лишань, я бы не смог получить никакой информации. Гора Итянь была просто слишком большим заговором. За пятьсот лет моей предыдущей жизни не было такого огромного переполоха. Фан Юань отбросил все свои неважные мысли. Он должен был сказать, что после оживления его скорость мышления была чрезвычайно быстрой. Это было совершенно не похоже на тело бессмертного зомби. А с его уровнем достижений Гроссмейстера Пути Мудрости, с помощью многих методов Пути Мудрости, он был даже более проницательным, чем за пятьсот лет его предыдущей жизни. Он мог думать более проворно. В этом аспекте он полностью превзошел самого себя. Несмотря на то, что он создал кровавый поток, ему нужно было практиковать его и продолжать модифицировать по мере использования. После создания бессмертного убийственного хода его нельзя было оставлять без изменений. Гу Бессмертный должен был изменить и улучшить его, а при необходимости даже переделать. В те времена, когда Дун Фан Чен Фан создал мириады звездных светлячков, он многократно улучшал его. Тем не менее, лично он не был им доволен. Некоторые бессмертные убийственные ходы создателей совершенствовали всю жизнь. Даже их наследники участвовали в этом процессе. Например, несравненный разрез полумесяца был фирменным бессмертным убийственным ходом поместья небесной зависти. Поколения Гу Бессмертных улучшали его бесчисленное количество раз. Именно так этот прием мог стать известным на Центральном континенте, и его силу нельзя было недооценивать. Бессмертный убийственный ход Фан Юяня был создан лишь наспех. Он был далек от уровня таких приемов, как несравненный разрез полумесяца. В последующие дни Фан Юянь практиковался в использовании кровавого потока и побега меча бессмертного Гу. Непрерывное использование увеличило его опыт. Он получил много понимания в использовании кровавого потока и побега меча. Практикуя, он продолжал модифицировать ход. В конце концов, он перестал добавлять смертный Гу в кровавый поток. Вместо этого он начал убирать определенных червей Гу. Мне нужно, чтобы кровавый поток работал вместе с побегом меча, потому что он нужен мне для смены направления. После того, как побег меча остановится, мне нужно успеть активировать кровавый поток в одно мгновение. Это короткий промежуток времени, поэтому многие смертные Гу делают это хлопотным. Мало того, что это будет пустой тратой времени, увеличивая сложность активации, так еще и выигрыш будет мизерным при небольшом увеличении скорости. Все почти готово, я должен попытаться забрать свою бессмертную апертуру и сбежать. Посмотрим, смогу ли я сбежать от чуду. Хотя Фан Юань мог продолжать создавать больше убийственных ходов в пути крови, в этом не было необходимости. Получив кровавый актив бессмертного Гу, он использовал этот бессмертный Гу в качестве основы, а также накопленные за 500 лет своей предыдущей жизни смертные убийственные ходы для создания трех убийственных ходов в пути крови. Кровавый отпечаток на всю жизнь, целебное озеро крови и кровавый поток. На этом уровне этого уже было достаточно. В конце концов, у него был только кровавый актив бессмертный Гу, и если он использовал один убийственный ход, другие не могли быть использованы в то же время. Что касается других аспектов, Фан Юань мог использовать другие бессмертные Гу. После битвы на горе Тянь он потерял почти всех своих накопленных червей Гу. Его текущие червя Гу были из многих путей, они были беспорядочны и не были организованы, чтобы систематически охватывать все аспекты. Но у него не было другого выбора, кроме как использовать их сейчас. Но если бы мне дали другой шанс, я бы все равно выбрал суверенный бессмертный эмбрион Гу. Фан Юань не сомневался в этом. Хотя Фан Юань находился внутри суверенной бессмертной апертуры, она легко охранялась, и напасть на нее было трудно, но ему нужно было опасаться, что Чуду попросит помощи у других, или устроит бессмертный убийственный ход поля битвы, чтобы убить его на ледяной равнине. В любом случае, чем дольше он там задержится, тем хуже будет. Приняв решение, Фан Юань больше не сомневался. По его воле вся бессмертная апертура начала дрожать. Толчки усиливались, и через некоторое время мир бессмертной апертуры начал сжиматься. Он уменьшался с невероятной скоростью. Через мгновение Фан Юань открыл глаза и уже находился во внешнем мире, на северной ледяной равнине. Здесь не было ни снега, ни ветра. Бледно-белый солнечный свет освещал эту плоскую ледяную равнину. Было по-прежнему очень холодно. Фан Юань сосредоточил свой разум с божественным светом. В глазах он огляделся вокруг и быстро увидел чуду, доминирующий бессмертный чуду. Как и ожидал Фан Юань, он остался здесь и не уходил. Но неожиданностью стало поведение чуду. Подождите, пожалуйста, подождите. Чуду не нападал. Он тепло улыбался и говорил с Фан Юанем мягким тоном. В нем не было намерения убить. Фан Юань фыркнул. Ты вежлив после того, как прибегнул к грубой силе. Мне стыдно, действительно стыдно. Чуду признал свою ошибку и извинился. Я был слишком опрометчив. Но после того, как я увидел ваше бедствие, оно оказало слишком большое влияние на мой дальнейший путь культивации. Поэтому я на мгновение потерял рассудок и напал. Теперь, когда я думаю об этом, мне становится стыдно. Фан Юань бдительно смотрел на Чуду. Он использовал множество методов, чтобы прощупать окрестности. Видя, что Фан Юань молчит, Чуду начал. Друг, я не хочу быть с тобой врагом. Мне просто нужен метод, чтобы выведать истинный смысл безрассудного дикаря. Надеюсь, мы сможем заключить сделку. Сделку? Глаза Фан Юаня засияли блеском. Он сказал задумчивым тоном. Это не невозможно, если только ты сможешь заинтересовать меня своим предложением. На лице Чуду промелькнула радость. Но затем Фан Юань сказал. Но прежде чем заключить сделку, мы должны свести счеты за твое нападение на меня, которое помешало моему испытанию. Я обязательно удовлетворю тебя компенсацией. Чуду сразу же сказал. Он был настроен серьезно. Даже Фан Юань был шокирован. Неужели это все еще доминирующий бессмертный? Но, подумав об этом, Фан Юань насторожился и посмотрел на Чуду. Этот человек мог умерить свою гордыню. Он был невероятным человеком. Любой, кто смотрел на него свысока, был ужасным глупцом. Если ты хочешь компенсировать мне ущерб, верни мой летающий меч бессмертного Гу, чтобы показать свою искренность. Фан Юань продолжал говорить. Услышав, что Фан Юань хочет вернуть летающий меч бессмертного Гу, Чуду улыбнулся и ответил. Если мы завершим сделку, я не только верну летающий меч бессмертный Гу, но и дам тебе удовлетворительную компенсацию. Какая шутка. Конечно, он должен был оставить этот летающий меч бессмертного Гу у себя. Это был лучший козырь, чтобы сдержать Фан Юаня. Как теперь Чуду мог вернуть его, Чуду сейчас был теплым и вежливым, но внутренне он глубоко осознавал это. Фан Юань рассмеялся, но на его лице не было разочарования. Когда он задал этот вопрос, он уже знал ответ, его выражение лица стало холодным. Чуду у тебя нет искренности, мы можем забыть об этом вопросе. Сказав это, он активировал побег меча бессмертного Гу и вылетел, как меч он пронзил воздух и мгновенно появился вдали. Друг, пожалуйста, подожди. Выражение Чуду изменилось, он быстро побежал за ним. Фан Юань двигался прямо вперед, указывая на небо, и после некоторого полета фигура Чуду появилась в нескольких ли позади него. Бессмертный убийственный ход. Фан Юань оглянулся и почувствовал, что аура червягу на Чуду была очень сложной. Это был убийственный ход перемещения пути силы, и он был седьмого ранга, он был даже быстрее, чем линейное перемещение побега меча бессмертного Гу. С сердца Фан Юань опустилась, эта ситуация была плохой для него. На самом деле, он возлагал большую часть своих надежд на побег меча бессмертного Гу. Ведь он был очень быстр, даже древние облачные звери не могли его догнать. Подумать только, у доминирующего бессмертного Чуду тоже был бессмертный убийственный ход, который мог позволить ему летать быстрее, чем побег меча бессмертный Гу. Боюсь, что Чуду воспитал больше Гу мастеров для их бессмертного вознесения, чем только этот. За последние сто лет он, должно быть, тайно получил много истинного смысла безрассудного дикаря, его уровень достижения пути силы неизмеримо глубок. Вот как он создал подобные убийственные ходы пути силы. Раз уж побег меча бессмертный Гу не сработал, попробуем кровавый поток. Фан Юань усилием воли остановил побег меча, его тело все еще летело вперед по инерции, но уже медленнее. Затем на его теле вспыхнул кроваво-красный свет, который полностью окружил его, превратившись в реку крови. Река крови пронеслась по небу, двигаясь как красная змея, запах крови пропитал воздух. Бессмертный убийственный ход, кровавый поток, успешно активирован. Фан Юань развернулся и полетел в сторону левого бака. Последовательное использование обоих ходов было очень гладким, даже Фан Юань был доволен. Я уменьшил количество смертных Гу, это был правильный ход. Таким образом, вероятность того, что кровавый поток не сработает, будет ниже, и я смогу использовать его быстрее. Это все благодаря тренировкам, которые я проходил в бессмертной апертуре. Эти мысли промелькнули лишь на мгновение, его внимание было приковано к доминирующему бессмертному чуду. Фан Юань изменил направление, главное, реакция чуду на это. Если чуду сможет догнать меня, мне придется остановиться и обсудить с ним вопрос сделки. Фан Юань рассчитывал на худший вариант развития событий, но доминирующий бессмертный чуду с невероятной силой рванулся вперед и пролетел прямо мимо него. Выражение лица Фан Юаня застыло. Его зрение переключилось на чуду, и он увидел, что тот движется как поезд. Чуду несется вперед с огромной скоростью. Его сила была настолько велика, что на его пути ощущались ударные волны. Пролетев более десяти лет, скорость чуду замедлилась, пока он не остановился. Затем он развернулся и, постепенно набирая скорость, бросился на Фан Юаня. Его скорость становилась все быстрее и быстрее, вскоре он достиг скорости, превосходящей скорость побега меча бессмертного Гу. В глазах Фан Юаня вспыхнул блеск, он тут же использовал кровавый поток и изменил направление. Таким образом, повторилась та же ситуация. Доминирующий бессмертный чуду молниеносно, а точнее, грубо, пролетел мимо него. Фан Юань был вне себя от радости. Он беспокоился за бессмертного Гу, потому что тот мог летать только по прямой линии, поэтому он создал кровавый поток, чтобы компенсировать эту слабость. Подумать только, этот недостаток был еще более серьезным для доминирующего бессмертного чуду. Ситуация внезапно изменилась, мысли Фан Юаня яростно метались, и он решил прекратить движение. Ему было очень легко сбежать сейчас и отмахнуться от чуду, если он будет бдительным, то не потерпит неудачу. Интересно, пробормотал Фан Юань, решив вступить в переговоры с чуду. Чуду увидел, что Фан Юань перестал летать, и почувствовал огромную радость, он тоже перестал двигаться. Так близко, так близко. Похоже, что летающий меч бессмертный Гу в моих руках очень полезен. Другая сторона делает соображение по этому поводу. Фан Юань ждал, пока чуду подлетит к нему, после определенного расстояния он поднял руку. «Остановись, давай поговорим на таком расстоянии между нами». Фан Юань был бдителен, хотя у него было преимущество в движении, все же лучше было сохранять определенную дистанцию. Чуду сразу же остановился, он улыбнулся, выглядя немного жалко по сравнению с тем, что было раньше. Фан Юань сказал. «Брат Чу действительно невероятен, это было действительно захватывающее зрелище. Что это за убийственный ход, он настолько поразителен, что даже мой побег меча бессмертный Гу не может сравниться с ним. Этот убийственный ход называется перемещение силой тела, я создал его после долгих усилий, он может увеличить мою скорость, используя знаки ДА пути силы моего бессмертного тела. «Но есть одна слабость, я могу двигаться только вперед, и не могу менять направление во время полета, я даже не могу двигаться назад. Я недостаточно практиковался с ним, я использовал его сегодня в панике, это было действительно позорно». Чуду откровенно признал свою слабость, открыто заявив, что может заставить людей равняться на него. Фан Юань кивнул, демонстрируя серьезное выражение лица. Брат Чу чрезвычайно силен, во время обычного боя, в северных равнинах, кто может заставить тебя использовать этот ход для отступления. Я благодарю тебя за похвалу. Мир Гу бессмертных северной равнины чрезвычайно глубок, у меня есть только небольшая репутация, но чем больше я культивирую, тем больше понимаю свою недостаточность. В северной равнине определенно больше пяти Гу бессмертных восьмого ранга. «Среди седьмого ранга ты один из тех экспертов, которые могут заставить меня насторожиться. Мне стыдно, я даже не знаю твоего имени и происхождения». Чуду улыбнулся с горьким выражением лица. Его слова не были просто вежливостью, это были его истинные мысли. Фан Юань мало что знала о доминирующем бессмертном Чуду, но Чуду знала Фан Юань еще меньше. После того, как Фан Юань использовал побег меча бессмертного Гу, его скорость потрясла Чуду. В конце концов, по линейной скорости побег меча бессмертный Гу мог сравниться с аналогичным по рангу побегом Цигу. Чуду был опытным Гу седьмого ранга, у него было много методов передвижения. Но по сравнению с побегом меча бессмертного Гу, большинство из них уступали. Только последний бессмертный убийственный ход перемещения силой тела мог сработать. Догадка Фан Юань была верна, этот бессмертный убийственный ход перемещения силой тела был создан Чуду для отступления. Но в северных равнинах мало кто мог заставить Чуду отступить. А поскольку последние годы Чуду держался в тени, воспитывая Гу мастеров для их бессмертного вознесения, он почти не сражался. Дело не в том, что он недостаточно практиковал этот бессмертный убийственный ход, просто в нем было слишком много червей Гу, и его было трудно использовать. Когда Чуду впервые увидел Фан Юаня, Фан Юань проходил испытание в бессмертной апертуре. Чуду сделал шаг, но Фан Юань был еще быстрее его, с большим сопротивлением. Пока Фан Юань искал информацию Чуду, Чуду не расслаблялся, он тоже пытался найти информацию Фан Юаня. Но он ничего не добился. С его точки зрения, Фан Юань был кем-то, кто, казалось, выпрыгнул из горы. С каких это пор такой человек появился на Северной Равнине, не говоря уже обо всем остальном, просто его аура была очень странной. Когда Чуду впервые увидел его в бессмертной апертуре, он был шестого ранга, но сейчас у него была аура седьмого ранга. Однако он был Гу бессмертным Северной Равнины, что не могло не радовать. Но культивировал ли он путь крови или путь меча? Этот вопрос очень интересовал Чуду. Эти два пути не были связаны между собой. Если бы это был путь души и путь порабощения, или путь правил и путь ограничений, или путь мудрости и путь эмоций, тогда это было бы понятно. Но путь меча и путь крови? Разве он не боялся, что они будут мешать друг другу? Но Фан Юян не только обладал бессмертным Гу седьмого ранга пути меча, его убийственный ход пути крови заставил даже Чуду задохнуться от шока. Также, также, пусть он культивировал путь крови и путь меча, это было не дело Чуду, но у него действительно был способ выманить истинный смысл безрассудного дикаря. Чуду ломал голову и предпринимал бесчисленные попытки, но все закончилось неудачей. Он смог использовать только такой грубый метод, как воспитание учеников. Какой же метод был использован на самом деле? Истинный смысл безрассудного дикаря, ему определенно нужно было достичь пути мудрости, чтобы сделать это. Значит ли это, что его уровень достижения пути мудрости также был не низким? В этой погоне, хоть она и была очень короткой, Чуду не мог догнать Фан Юяня. Увидев, что Фан Юяня не улетел, а остановился, Чуду почувствовал, что его сердце заколотилось, его переполняло волнение и радость. Сила решала все, поэтому сейчас Чуду относился к Фан Юяню как к равному. Фан Юяня замолчал на мгновение, а затем медленно произнес. Вообще-то, не исключено, что сделка состоится. Чуду не говорил, он только слушал. Его глаза горели энтузиазмом, в зрачках словно пылал огонь, но спустя долгое время презренный Фан Юяня замолчал, казалось, он глубоко задумался. Чуду не мог больше сдерживаться, он спросил. Я думаю, что с моим богатством вы будете удовлетворены. Фан Юяня посмотрел на него и сказал. Разве ты не присутствовал недавно на аукционе Северных равнин? Выражение лица Чуду застыло, и он произнес в проницательной манере. Так ты тоже присутствовал на аукционе? Верно. Открыто признал Фан Юянь. Во время аукциона я даже воспользовался тобой. Конечно, вторая фраза была только в мыслях Фан Юяня. Что бы ты хотел, ты можешь просто сказать это. Продолжал Чуду. Трудно сказать. Фан Юянь вздохнул, он нахмурился, показывая сложное выражение лица. Чуду почувствовал нетерпение. Если бы это был другой человек, он бы уже дал пощечину другой стороне. Нечего и говорить, даже если сейчас у меня его нет, я могу попытаться достать его для тебя. Продолжал Чуду. Он уже решил получить этот метод, несмотря на цену. Фан Юянь снова вздохнул. Я так сказал, потому что еще не придумал, чем обменяться с братом Чу. Чуду был в ярости. После столь долгого времени, ты показал такое сложное выражение лица только потому, что еще не принял решение. Чуду нахмурился, его тон стал глубоким и низким, и он сказал, господин, вы остались здесь, чтобы просто поиграть со мной? Брат Чу, не сердись, конечно же нет. Фан Юянь сразу же сказал, на любого губи смертного надвигаются беды и несчастья, у нас бесчисленные нужды. Я еще не придумал, что и как заключить с тобой, чтобы получить наибольшую выгоду для моего культивирования. Как насчет этого, дай мне немного времени подумать, после тщательного рассмотрения я отвечу брату Чу. У Чуду было уродливое выражение лица, он задумался и беспомощно кивнул. Хорошо. Увидев уходящую за горизонт фигуру Фан Юяня, Чуду смотрел, не отрываясь, отпустить его вот так. Как это был правильный ход или нет, взгляд Чуду мерцал, но вскоре он горько усмехнулся про себя. Даже если я не хочу его отпускать, что я могу сделать, моими методами его не поймать и не догнать. Если я применю грубую силу, то с его таинственным прошлым с ним будет трудно справиться, и даже если я его схвачу, он может уничтожить свою собственную душу, как тогда я получу метод. Однако, видя его отношения, он должен быть искренним в торговле со мной, иначе он мог бы уже уйти. Зачем ему оставаться, чтобы поговорить со мной? Чуду вспомнил разговор с Фан Юянем. Подумав немного, он почувствовал, что Фан Юянь был очень искренним, хотя Фан Юянь не говорил ни о чем значительном, и большинство из того, что он говорил, было пустословием. Но именно так чувствовал Чуду. Это было гораздо искреннее, чем давать пустые обещания и заверения в выгоде. Конечно, больше всего он был уверен не в отношении Фан Юяня, а в летающем мече бессмертного Гу, который был у него в руках. Это бессмертный Гу 7-го ранга. Даже у такой легендарной личности, как Чуду, не было много бессмертных Гу 7-го ранга в его распоряжении. Фан Юянь улетел и больше не сталкивался с проблемами. Дух земли Ланг Я уже организовал волосатых Гу бессмертных, чтобы создать бессмертные убийственные ходы на поле битвы. Были даже формации бессмертных Гу, используемые для телепортации. Однако Фан Юяню было очень легко уйти от Чуду. Таким образом, бессмертный убийственный ход поля битвы, чтобы помешать Чуду, был больше не нужен. Извлекая компоненты убийственного хода поля боя, Фан Юянь использовал формацию бессмертного Гу и вернулся на благословенную землю Ланг Я. Удача собачьего дерьма бессмертный Гу защитил тебя, но ты все равно столкнулся с Чуду. Это не соответствует здравому смыслу. Кто-нибудь сговорился против тебя? Увидев Фан Юяня, дух земли Ланг Я прямо спросил. Фан Юянь нахмурился, он уже давно обдумывал этот вопрос. С защитой удачи собачьего дерьма бессмертного Гу моя удача не должна быть плохой. Может, потому что земное бедствие было слишком жестоким. Удача, полученная от удачи собачьего дерьма, была использована для борьбы с земным бедствием? Фан Юянь догадывался, но он не мог сказать об этом духу земли Ланг Я. В конце концов, он был человеческим Гу бессмертным. Несмотря на то, что он присоединился к секте Ланг Я, они все еще были разных рас, между ними существовала пропасть. Как и раньше, когда Фан Юянь поспешил вернуться на северную равнину с южной границы, дух земли Ланг Я воспользовался возможностью, чтобы воспользоваться ситуацией. Но если это так, то земное бедствие, через которое я прошел, уже было сильно ослаблено удачей. Тогда какой же силой будет обладать настоящее земное бедствие? Подумав об этом, Фан Юянь почувствовал холодный озноб. В этом несчастье он едва избежал смерти, его жизнь была в опасности, это было очень близко. На самом деле, это земное бедствие полностью превзошло уровень земных бедствий. Даже 10 великих катастроф не могли сравниться с нынешним земным бедствием Фан Юяня. Но я соединил удачу со многими людьми. Возможно, из-за того, что эффект удачи собачьего дерьма был разделен между многими людьми, она не была эффективной. Фан Юянь задумался, но сказал, «Первый верховный старейшина прав, это не проблема удачи, кто-то сговорился против меня. Личность Фан Юяня уже была раскрыта в битве на горе Итянь. Будь то тайна о том, что он потусторонний демон или цикада весной-осени, факт, что он также разрушил здание 88 истинных ян, был известен всем. Секта Теней, Небесный Суд и все племена Хуан Цзинь на северной равнине, скорее всего, готовили заговор против Фан Юяня. Дух земли Лан Кья вздохнул, на его лице было написано беспокойство, его тон стал мрачным. Может быть, никто не замышляет против тебя. Не забывай, что ты член секты Лан Кья, а моя благословенная земля Лан Кья уже подверглась опасности, мы пережили не одно нападение. Некоторое время назад мы потеряли двух гу бессмертных, ценности этого места достаточно, чтобы многие эксперты и силы начали действовать». Фан Юянь был немного доволен, для него было гораздо лучше, если дух земли Лан Кья имел такие мысли. «Взгляд духа земли Лан Кья замерцал, он быстро изменил свои слова. Но если мы сможем использовать мудрость гу в качестве ядра для создания уединенной резиденции дома бессмертных гу, мы сможем не только защитить себя, но и защититься от всех выводов почти всех людей в мире». Фан Юянь улыбнулся без слов. «Оказалось, что дух земли Лан Кья хотел поговорить об этом. Казалось, что он все еще жаждал мудрости гу. Но, к сожалению, в предыдущей сделке Фан Юянь не продал мудрость гу. Благодаря червям гу первого верховного старейшины я прошел это испытание. Сейчас я верну их тебе, эти черви гу мне очень помогли», сказал Фан Юянь, когда огромное количество гу вылетело по его воле из его бессмертной апертуры. «Конечно, с их помощью земное бедствие – это просто пустяк», гордо сказал дух земли Лан Кья. Фан Юянь не сказал правду, но и не солгал, а перевел тему в другое русло. «Особенно твой убийственный ход закалки бессмертной апертуры испытанием, он был действительно эффективен. Но в конце появился чуду, это было очень страшно. К счастью, я превосходил его в скорости передвижения, хотя и не на много. Слушая, дух земли Лан Кья собрал всех червей гу, после осмотра каждого из них, он спросил тоном сожаления, вы действительно не продадите мне гору Дань Хун и мудрость гу? В первоначальной сделке дух земли Лан Кья хотел использовать три истинных наследства в обмен на гору Дань Хун, долину Луа по мудрость гу. Но, подумав, Фан Юянь решил, что хотя путь усовершенствования, путь удачи и путь воровства были хороши, они не совсем подходили ему, не совсем соответствовали его планам на будущее. Если бы он обменял их все, то это того не стоило. Тем не менее, убийственный ход пути усовершенствования, закалка бессмертной апертуры испытанием, истинное наследство пути удачи и удачи собачьего дерьма, бессмертный гу и другие, они могли оказать Фан Юяню огромную помощь. Поэтому, подумав, Фан Юянь выбрал слава и обратился к духу земли. Ты действительно хочешь обменяться со мной всеми тремя истинными наследствами, в истинных наследствах есть много бессмертных гу, если я получу их, разве секта Лангья не будет нуждаться в них в дальнейшем? Дух земли Лангья не хотел отпускать их. Например, бессмертный гу удачи собачьего дерьма был усовершенствован длинноволосым предком, сразу же, как только при подобной бессмертной гигантской солнце умер. После этого, удача собачьего дерьма бессмертный гу охранял благословенную землю Лангья, оказывая огромную помощь предыдущему духу земли Лангья, когда он усовершенствовал гу. В то же время, он защищал благословенную землю Лангья от бесчисленных бедствий и опасностей. Однако, если бы дух земли Лангья не предложил их, эти истинные наследства имели бы слишком низкую ценность, как их можно было бы обменять на три сокровища Фан Юяня. Таким образом, Фан Юянь снова призвал Первый Верховный Старейшина «Раз уж мы оба не хотим, почему бы нам не взять то, что нам нужно? Давайте возьмем по порции от каждого». «О, объясни понятнее», — сказал дух земли Лангья. Фан Юянь рассказал о своих намерениях, когда дух земли Лангья отказался. «Ни за что, ни за что, ты хочешь самые важные части всех трех истинных наследств, но ты предлагаешь только долину Луапо. Это огромная потеря, ни за что, так не пойдет». Фан Юянь улыбнулся, продолжая вести переговоры с духом земли Лангья. Дух земли Лангья не был хорош в переговорах, его базовая линия была быстро определена Фан Юянем после некоторого зондирования. В такой ситуации, по сравнению с Гу Бессмертными, с духом земли было просто и легко иметь дело. В конце концов, Фан Юянь и дух земли Лангья пришли к соглашению. Фан Юянь официально продал долину Луапо духу земли Лангья, а сам получил удачу собачьего дерьма Бессмертного Гу, Кровавый актив Бессмертного Гу и Темный предел Бессмертного Гу, эти три Бессмертных Гу шестого ранга. Его долг перед сектой Лангья был погашен, и он одолжил большое количество Смертных Гу и Бессмертных Гу, чтобы исправить свои слабости, а главное, Червей Гу, необходимых для формирования закалки Бессмертной апертуры испытанием и трехслойной волны меча. И на самом деле, закалка Бессмертной апертуры испытанием и трехслойная волна меча очень помогли Фан Юяню во время прохождения Трибуляции. Несмотря на то, что сделка была заключена, дух земли Лангья все еще жаждал гору Даньхун и мудрость Гу. На этот раз дух земли выразил намерение приобрести их снова. Но согласится ли Фан Юянь? Несмотря на это, он не мог отказать духу земли Лангья слишком резко, он подумал и осторожно сказал, «Пока у меня нет намерений продавать эти две вещи, но если в будущем у меня возникнут трудности, и ситуация потребует этого, я использую их для торговли с первым верховным старейшиной». Дух земли Лангья уже собирался говорить. Фан Юянь махнул рукой, быстро сказав, «Я оставлю эти два сокровища в благословенной земле Лангья, я не возьму их с собой, а одолжу секте для использования, согласно нашему предыдущему соглашению». Не волнуйтесь, первый верховный старейшина, одолжить мудрость гу секте Лангья означало, что дух земли Лангья будет кормить его, это решало огромную проблему для Фан Юяня. Что касается горы Даньхун, то ее лучше было не помещать в его бессмертную апертуру. Знаменитые горы или реки несли огромное бремя для небесной и земной ци, то же самое относилось и к уединенным небесным и земным владениям. Самое главное, что секта Теней имела четкие знания о горе Даньхун и долине Луапо, если они используют исправленное бессмертное путешествие, чтобы телепортироваться в бессмертную апертуру Фан Юяня, это будет ужасная ситуация. Дух земли Лангья не смирился, он продолжал затрагивать эту тему, но кто такой Фан Юянь? Он был человеком с навыками ведения переговоров, отточенными более чем пятью сотнями лет жизни. Простой дух земли Лангья не мог с ним соперничать, после долгого разговора Фан Юянь забрал многие свои ресурсы культивации, которые хранились в духа земли Лангья, например, жуткие огненные драконии питоны, печальные пауки, рыба-дракон, стрелы бамбукового леса, все они были из благословенной земли бессмертной Ху или благословенной земли звездной формы, они были источниками дохода, которые уступали только кишкамгу. С самого начала и до конца Фан Юянь не спрашивал духа земли Лангья о продаже убийственного хода закалки бессмертной апертуры испытанием. Чуду, он был лишь запасным планом для Фан Юяня. Несмотря на то, что они обменялись червями Гу пути информации и могли общаться, Фан Юянь уже ушел, он не был ограничен никакими методами пути информации, разве будущие сделки не будут зависеть от настроения Фан Юяня. Что касается седьмого ранга летающего меча бессмертного Гу, хе-хе это был всего лишь бессмертный Гу седьмого ранга, что с того, что он не сможет забрать его обратно. Обычные Гу бессмертные ценили бессмертных Гу седьмого ранга, но Фан Юянь владел даже бессмертными Гу девятого ранга, такими как Мудрость Гу, и у него, естественно, была другая точка зрения. Тем более, что некоторое время назад он потерял почти все свои бессмертные Гу из-за инвуси. По сравнению с ними бессмертный Гу седьмого ранга летающий меч просто меркнет. Чуду не знал о прошлом Фан Юяня, он недооценил Фан Юяня. В общем, шансов на то, что Фан Юянь станет торговать с Чуду, было немного. Истинный смысл безрассудного дикаря был гораздо важнее для Фан Юяня, чем бессмертный Гу седьмого ранга. Потому что путь, по которому я собираюсь идти сейчас, это путь трансформации. Фан Юянь глубоко задумался, он тщательно все обдумал. Путь трансформации. Это был самый подходящий для него путь. Почему Фан Юянь выбрал путь трансформации? После битвы на горе и тянью Фан Юяня появилось живое тело. Он размышлял над самым важным вопросом, какой путь ему выбрать в дальнейшем. В прошлой жизни он выбрал путь крови, потому что путь крови позволял быстро расти и был очень мощным. Он мог расти во время боя, и он не требовал больших ресурсов. Кроме того, в предыдущей жизни это была его единственная удачная встреча, его лучшие перспективы были на пути крови. После перерождения он отказался от пути крови и выбрал путь силы, потому что сейчас не было периода хаотической войны пяти регионов. Регионы были упорядочены, и путь крови не мог процветать. Другая причина заключалась в его удачных встречах. Фан Юань порылся в памяти и нашел лучшие возможности для него в определенные периоды времени. По совпадению, все эти возможности были связаны с путем силы. На самом деле, будь то путь крови или путь силы, у них были недостатки. Путь крови находился в плохих условиях, люди относились к нему с неприязнью. Любой гу-бессмертный или гу-мастер, культивирующий путь крови, был бы отброшен в сторону всем миром. Путь силы шел на спад, хотя доминирующий бессмертный чуду добавил ветвь человеческой силы Чжун, его упадок не мог быть остановлен. По правде говоря, эти два пути были не самыми лучшими вариантами. Фан Юань сделал вывод, с момента перерождения ему часто везло. Путь мудрости, путь удачи, путь воровства. Эти возможности также были очень высокого уровня. Например, наследство пути мудрости Дун Фан Чан Фана или наследство пути звезд звездного лорда Ван Сяна. Путь звезд и путь мудрости, эти два пути были намного лучше, чем путь крови и путь силы. Наличие наследства и его отсутствие приводили к кардинально разным результатам. В первом случае можно было использовать мудрость предшественников для бесстрашного продвижения, можно было быть очень уверенным в себе. Вторые исследовали мир самостоятельно, в мире неизвестности, им приходилось экспериментировать и медленно искать свой путь вперед. Если бы Фан Юань получил эти два истинных наследства в своей предыдущей жизни, то, если бы ситуация позволяла, он бы выбрал наследство пути мудрости Дун Фан Чан Фана в качестве основного направления, а наследство звездного пути звездного лорда Ван Сяна и истинное наследство предка Кровавого моря помогали бы ему. Он должен был стать Гу Бессмертным Пути Мудрости, потому что с точки зрения перспектив наследство Пути Мудрости Дун Фан Чан Фана было самым лучшим. Гу Бессмертные Пути Мудрости были немногочисленны, они были очень ценные в мире Гу Бессмертных. Будучи очень популярными, они также вызывали у многих глубокий страх, но выбор пути зависел не только от перспектив, важны были и насущные потребности. Наследство Пути Мудрости Дун Фан Чан Фан получил от Гу Бессмертного 8 ранга Небесного Суда, оно передавалось на протяжении многих поколений, перспективы были велики, но у этого наследства была слабость, оно не отличалось боевыми навыками. Самым большим преимуществом этого истинного наследства был навык вычисления. Чтобы компенсировать эту слабость, Дун Фан Чан Фан создал бессмертный убийственный ход Мириады Звездных Светлячков, его слабость была уменьшена. Маршрут Дун Фан Чан Фан не подходил для Фан Юяня, ведь его повсюду подстерегала опасность. Инвусе, остатки секты Теней, Небесный Суд, 10 великих древних сект Центрального Континента, племена Хуан Цзинь на Северной Равнине, у Фан Юяня было много врагов. Особенно после битвы на горе Тянь, секреты Фан Юяня были раскрыты, будь то цикада весной осени, его статус потустороннего демона или преступление с благословенной землей императорского двора, он был почти полностью разоблачен. Таким образом, Фан Юяню нужно было не только подумать о своих перспективах, но и об обстоятельствах. В некоторых аспектах, его насущные потребности были важнее, чем его будущие перспективы. Без способности справляться с обстоятельствами, даже если у него были огромные перспективы, это было бесполезно, он не мог ими воспользоваться. Прямо сейчас Фан Юянь нуждался в высокой боевой мощи. Путь металла, путь огня, путь молнии, путь меча, путь крови. Эти пять путей были общепризнанными путями с самой высокой боевой силой. Первые три уже давно стали общепринятыми. Последние два, будь то путь меча или путь крови, имели очень короткую историю, они считались новыми. У пути меча был боцин, а у пути крови, предок кровавого моря, но кроме этих двух людей было мало достойных внимания. Таким образом, фундамент этих двух путей не мог сравниться с тремя другими. Для Фан Юяня, будь то путь металла, путь огня или путь молнии, его уровень достижения был обычным, у него не было наследства для них. В отличие от него, он был гроссмейстером пути крови, и хотя его уровень достижений пути меча был обычным и не имел наследства, у него было много бессмертных губоцина. Уровень достижений всех путей был важным элементом рассмотрения. Без наследства, если человек имел высокий уровень развития, он мог вводить новшества и создавать новые методы. Но без наследства сделать это было бы сложнее, человеку требовался талант и творческий подход. Фан Юянь достиг уровня гроссмейстера по пути силы, пути крови, пути мудрости и пути звезд, причем путь крови был получен из фундамента его предыдущей жизни. Путь силы был накоплен за обе жизни, а путь мудрости и путь звезд были получены случайно, с помощью царства грез, что позволило быстро повысить их уровень. Путь усовершенствования был на уровне квази-гроссмейстера, он был хорош даже среди губи смертных. Путь порабощения был на уровне мастера, он не впечатлял среди губи смертных. Путь удачи был квази-мастером, в то время как большинство других путей были обычными, как путь меча, путь света, путь тьмы и другие, или даже пустыми, как путь призрака. С точки зрения уровня достижений, он должен идти по пути с наивысшим уровнем достижений гроссмейстера, одному из этих четырех. Но забудьте о пути крови или пути силы, путь мудрости и путь звезд не были выдающимися в боевой силе, даже если у него были их наследства, накопленные Фан Юянем, бессмертные гу были уже потеряны. Если бессмертные гу в этих наследствах еще не были усовершенствованы, Фан Юянь все равно мог медленно усовершенствовать их в будущем. Но эти бессмертные гу сейчас находились в руках инвуси, он не знал, какие из них уже уничтожены, и в этой ситуации для его будущего культивирования возникло огромное препятствие. Даже если он хотел рискнуть и улучшить бессмертного гу, потому что мог быть только один, он мог не преуспеть. Учитывая все эти соображения, Фан Юянь оказался в неловком положении. После битвы на горе Тянь, размышляя о своем дальнейшем пути, Фан Юянь чувствовал себя глубоко потерянным. Только после того, как он постепенно осознал всю глубину этого тела, смятение в нем рассеялось, он смог снова увидеть надежду. Сначала он понял, что в его теле было более тысячи знаков до всех путей. Это не было чем-то необычным. Когда гу бессмертные подвергались испытаниям, из-за испытаний в их бессмертных апертурах формировались знаки до всех различных типов, только один или два типа были очень четко выражены в наибольшем количестве. Но самое главное, его знаки да не мешали друг другу, не ослабляли друг друга. Это было просто поразительно. Когда Фан Юянь впервые осознал это, он не мог поверить, что что-то настолько хорошее может существовать. Это перевернуло все привычные представления о культивации. Если бы он рассказал об этом людям, они бы подумали, что он несет чушь. Но если подумать о суверенном бессмертном эмбрионе гу, бессмертном гу девятого ранга, которого преподобный демон спектральной души и секта теней готовились создать десятки тысяч лет, являясь сутью их работы. Таким образом, не было ничего странного в том, что это противоречило здравому смыслу. Далее, Фан Юянь был безмерно рад. Это благо было не для других, а для него самого. С этой точкой он мог культивировать любой путь. Давным-давно Фан Юянь планировал культивировать две бессмертные апертуры, одну для пути времени, а другую для пути силы. Но суверенная бессмертная апертура была намного абсурднее. Она могла культивировать все пути, с самого начала истории, все пути, которые существовали. Это было просто как сон. В истории даже преподобные бессмертные и преподобные демонаны культивировали в основном один путь, а другой, во второстепенную очередь. Даже если гу бессмертные культивировали много путей, результат часто заканчивался неудачей после того, как они пытались откусить больше, чем могли проживать. Поскольку их знаки противостояли друг другу, чем больше они культивировали, тем сильнее становился конфликт, и это того не стоило. Но у Фан Юяня не было такой проблемы, он мог культивировать все пути, не было никаких конфликтов, его перспективы были блестящими, он превзошел преподобных бессмертных и преподобных демонов в истории. Фан Юянь быстро успокоился. Возможность была прекрасной, но культивирование всех путей было лишь чудесной мечтой. Он должен был учитывать количество необходимого времени, ресурсы, усилия и, самое главное, безопасную и спокойную среду культивирования. У Фан Юяня не было ничего подобного. У него было мало сил и ресурсов, и не было времени, его враги были во всех пяти регионах, включая Гу Бессмертных Северной Равнины, которые были самыми искусными в бою. Организацию Гу Бессмертных номер один в мире Небесный Суд, десять великих древних сект, которые контролировали центральный континент, и бесчисленные люди, которые жаждали истинного наследства пути удачи, которой было у него. Его перспективы были прекрасны, но опасность таилась повсюду. Забудьте о создании собственного пути. У Фан Юяня не было такой основы. Он мог выбрать только один путь, который был доступен сейчас, и продолжать идти по нему. В крайнем случае, он мог культивировать второй. Больше, и ситуация не позволила бы ему этого сделать. Его время и усилия будут потрачены впустую, и он будет искать свою гибель. Какой же из всех путей мог позволить Фан Юяню обрести огромную боевую мощь и проявить свои знания, учитывая при этом его уровень развития и наследственность? После размышлений в голове Фан Юяня остался один путь. Это был путь трансформации. Путь трансформации назывался путь, который проецирует все пути. Гу бессмертные пути трансформации могли превращаться в существ пути металла, пути света, света меча, пути света и всех других путей. Но у пути трансформации был недостаток, который сохранился до сих пор. Когда гу бессмертные превращались в других существ, им нужно было избавиться от знаков ДА, чтобы их знаки ДА не мешали друг другу. Для Фан Юэня этот недостаток был несуществующим. Благодаря суверенному бессмертному эмбриону Гу его знаки ДА сосуществовали в гармонии. Когда Цицзай преследовал его, он даже подумал, что Фан Юэнь владеет секретом безудержной трансформации преподобного демона безрассудного дикаря. Можно сказать, что путь трансформации больше всего демонстрировал преимущество Фан Юэня. Можно даже более подходящих для культивирования пути трансформации. Еще более удивительно, что после культивирования пути трансформации его секрет знаков ДА, которые не противостояли друг другу, был полностью скрыт. Фан Юэнь мог использовать бессмертных Гу всех путей после трансформации, не вызывая никаких подозрений. А после трансформации он мог использовать бессмертного Гу этих путей и получать эффект усиления. Например, став зверем пути Меча он мог получить множество знаков ДА пути Меча, а затем использовать бессмертного Гу пути Меча, чтобы получить большее усиление силы. Даже если уровень достижений пути трансформации Фан Юэня был невысок, что с того, ведь он обладал истинным смыслом безрассудного дикаря. Даже если у Фан Юэня не было наследства пути трансформации это не было проблемой. Почему? Потому что само по себе было убийственным ходом пути трансформации. Что касается бессмертных Гу пути трансформации, то они были самыми простыми для усовершенствования среди всех путей. По мнению Фан Юэня он мог быстро накопить их и начать заново. Кроме того у Фан Юэня были и другие соображения. Например благословенная земля Лангья этот дух земли Лангья придавал большое значение идентичности волосатого человека. Если бы Фан Юэнь культивировал до конца он мог бы превратиться в волосатого Гу бессмертного чтобы завоевать его доверие он получил бы больше поддержки. В будущем когда на него будут нападать он может превращаться в другие вещи или людей чтобы обмануть других. Если его личность будет раскрыта и он не сможет ничего сделать со своей первоначальной личностью он сможет скрыть себя и продолжать спокойно бродить по миру отныне я Гу бессмертный пути трансформации благословенная земля Ланг Я несколько дней спустя это внутренний дождь сказал дух земли Ланг Я поднося таз с водой к Фан Юэню и давая ему посмотреть Фан Юэнь протянул руку чтобы принять воду будь осторожен наставил дух земли Ланг Я этот бессмертный материал шестого ранга очень особенный он довольно тяжелый дух земли Ланг Я сделал большой акцент на слове тяжелый Фан Юэнь кивнул не волнуйся я слышал об этом бессмертном материале сказав это Фан Юэнь взял этот бессмертный материал внезапно он почувствовал сильное гравитационное притяжение вода в бассейне была чистой и прозрачной в ней были следы зеленого цвета Фан Юэнь держал его неподвижно но на поверхности воды почему-то появилась рек словно по ней прошел дождь это был внутренний дождь бессмертный материал шестого ранга этот тип дождевой воды был очень уникален он содержал знаки да его фактически вес был невелик но он приносил определенное бремя для формы жизни держащей его дух земли Ланг я подчеркнул тяжелый он не говорил о весе он говорил о его психологической нагрузке ты действительно решил использовать третью и последнюю возможность чтобы попросить бессмертного путешествия а для усовершенствования изменить форму бессмертного гу пока фан юань смотрел на бессмертный материал в бассейне дух земли Ланг я снова спросил да я решил я больше не буду менять это решение фан юань кивнул он ответил твердо и без колебаний фан юань глубоко задумался он решил культивировать путь трансформации исправленное бессмертное путешествие было хорошо но во-первых не хватало самого важного материала света незапамятной эпохи во-вторых фан юань не был уверен что он был уничтожен и наконец изменить форму бессмертный гу имело большее значение для фан юаня в настоящее время поэтому фан юань передумал и воспользовался последней возможностью чтобы попытаться усовершенствовать изменить форму бессмертного гу бессмертные гу были уникальны а изменить форму бессмертного гу известен в истории преподобный демон безрассудный дикарь использовал его и усовершенствовал до 9 ранга но после смерти преподобного демона безрассудного дикаря бессмертный гу 9 ранга был уничтожен с тех пор люди снова стали усовершенствовать его начиная с 6 ранга с точки зрения основы путь трансформации был намного глубже чем путь меча и путь крови после смерти преподобного демона безрассудный дикарь на пути Эти люди были как яркие звезды на небе. Они оставили глубокий след в долгой истории мира. Они были талантливы и легендарны. Будущие поколения почитали их и равнялись на них. Изменить форму Бессмертный Гу был ключевым элементом. Он также поднимался и падал вместе с этими экспертами. Изменить форму Бессмертный Гу был уничтожен десятки раз и снова усовершенствован другими. В большинстве ситуаций она была шестого ранга. Бессмертный Гу 7 ранга практически не появлялся в истории. Что касается Бессмертного Гу 8 ранга, то он встречался еще реже. Его можно было пересчитать по пальцам двух рук. Чем выше был ранг Бессмертного Гу, тем сложнее было его усовершенствовать. К тому же, чем меньше шансов на успех, тем дороже стоили материалы для усовершенствования. Например, старый предок Сюеху, чтобы усовершенствовать Бессмертную Гу 8 ранга, потратил почти все свои сбережения. И даже приказал Гу Бессмертным из благословенной земли Снежной горы найти для него Бессмертные материалы. Из этого можно было понять, во что обошлось ему усовершенствование Бессмертного Гу 8 ранга. К счастью, Фан Юань пытался создать только Бессмертного Гу 6 ранга. У него был рецепт Бессмертного Гу, и было мало шансов, что изменить форму Бессмертного Гу могли быть усовершенствованы другими. Бессмертные материалы были в основном подготовлены, благодаря огромным запасам Бессмертных материалов благословенной земли Ланг Я и Фан Юанью не пришлось платить за них. Благодаря соглашению между преподобным демоном воровского неба и длинноволосым предком, дух земли Ланг Я трижды усовершенствовал Гу для Фан Юаня. Смертные Гу были гарантированы, а Бессмертные Гу нет. Это был третий и последний раз. Жаль. В то время у тебя был знак до успеха, и ты мог бы гарантированно улучшить Бессмертного Гу изменения формы. Почему же ты переродился в тот решающий момент? Дух земли Ланг Я задумался и почувствовал, что очень сожалеет об этом. Фан Юань честно рассказал Духу земли Ланг Я о многих вещах. В конце концов, такие секреты, как его перерождение, уже были раскрыты, даже если бы дух земли Ланг Я не знал он мог бы получить информацию из внешнего мира. В то время, я был использован преподобным демоном спектральной души, но даже сейчас, вспоминая об этом, это все еще очень подозрительно. Фан Юань нахмурился. Дух земли Ланг Я покачал головой. Забудь, давай не будем об этом. Несмотря на то, что у нас нет знака до успеха, я унаследовал от своего главного тела особую технику усовершенствования Гу природы волосатого человека. Этот метод может использовать знаки до неба и земли, чтобы помочь в усовершенствовании Гу, даже если случаются беды и несчастья, преимущество превосходит недостатки. Кроме того, моя благословенная земля Ланг Я использовала убийственный ход закалки бессмертной апертуры испытанием, чтобы пройти бесчисленные бедствия и несчастья. Здесь есть большое количество знаков до пути усовершенствования. Вместе с эффектом от оставшихся частей котла усовершенствования, есть большой шанс преуспеть в усовершенствовании и изменить форму бессмертного Гу с первой попытки. Однако, чтобы обезопасить себя, Фан Юань, ты должен участвовать в этом усовершенствовании. Ты являешься обладателем удачи собачьего дерьма бессмертного Гу. Используя свою сильную удачу, ты можешь увеличить шансы на успех. В этом процессе усовершенствования первой проблемой является внутренний дождь. В последующие дни ты должен практиковаться с внутренним дождем, который у тебя есть. Путь удачи имел большой эффект в содействии и усовершенствованию Гу. В те времена, когда преподобный бессмертный гигантское солнце работал с длинноволосым предком над усовершенствованием зданий 88 истинных Ян, путь удачи играл важную роль в помощи. Но когда преподобный демон воровского неба и длинноволосый предок сотрудничали в усовершенствовании космического побега бессмертного Гу, он не мог быть использован. В конце концов, путь воровства уступал пути удачи в плане помощи в усовершенствовании Гу. Затем дух земли Ланг Я научил Фан Юяня некоторым секретам техники усовершенствования Гу природы волосатого человека, включая некоторые драгоценные методы усовершенствования Гу и множество смертных убийственных ходов для усовершенствования Гу. Конечно, все это было не бесплатно, Фан Юянь должен был заплатить своими очками взноса в секту. Тем не менее, Фан Юянь с радостью принял их. Нынешний дух земли Ланг Я уступал предыдущему в усовершенствовании Гу, но он все еще был одержимостью длинноволосого предка, его путь усовершенствования намного превосходил Фан Юяня. У Фан Юяня теперь был потрясающий учитель, многие его вопросы и проблемы в пути усовершенствования были решены. Те драгоценные методы усовершенствования Гу и убийственные ходы, которые были давно утеряны, принесли Фан Юяню огромную пользу. Техника усовершенствования Гу природы волосатого человека стала для Фан Юяня открытием. Он почувствовал, что если этот метод сработает, то он будет намного лучше, чем стиль изоляции человека. Интересно, что пока Фан Юя не следовал путь усовершенствования, его брат также исследовал путь усовершенствования на континенте черных волос, который находился под континентом облачного покрова. Фан Джен сидел в комнате в имперском городе континента черных волос, держа в руках трехцветное пламя. Фальшивая воля Фан Юяня говорила в его голове, в завтрашнем состязании противник чрезвычайно силен. Фан Джен, хотя у тебя пятый ранг культивации, тебе сильно не хватает червей Гу. Ты также являешься человеческим Гу-мастером, ты подвергся дискриминации на континенте черных волос, ты можешь только сам усовершенствовать Гу. Сегодня вечером ты должен усовершенствовать жабу глотающую реку Гу пятого ранга. Таким образом, ты сможешь противостоять вражеским методам водного пути. Я знаю, можешь заткнуться. Фан Джен мысленно фыркнул. Фальшивая воля Фан Юяня замолчала, но вскоре трехцветное пламя в руках Фан Джена рассеялось. Фан Джен выплюнул полный рот крови, после неудачи в усовершенствовании Гу он получил внутренние повреждения. Хи-хи. Фальшивая воля Фан Юяня рассмеялась. А мой глупый брат, ты все так же бесполезен, как и раньше. Процесс усовершенствования Гу только начался, а ты уже провалился на третьем этапе. Выражение лица Фан Джена было очень уродливым, но правда была перед ним. Ему нечего было сказать. Он замолчал и сел, используя червей Гу, чтобы исцелить себя. Фальшивая воля Фан Юяня продолжала. Быть бесполезным это нормально, любой человек может расти и становиться сильнее, даже если он бесполезен и слаб. Но главное, что нет никакой надежды, если ты не можешь признать собственную слабость и бесполезность. Материалы, которые ты подготовил, позволят тебе лишь три раза попробовать усовершенствовать Гу. Это только начало, а ты уже потерпел неудачу. Как без моей помощи ты сможешь усовершенствовать жабу глотающую реку? Хе-хе, в завтрашней битве смерть не помеха, другая сторона не пощадит тебя, даже если ты будешь умолять их, тебя уже не спасти. Фан Джен почувствовал гнев от смущения, он крикнул. Если я умру, это мое личное дело, ты слишком шумный, заткнись. Фальшивая воля Фан Юяня угрожающе сказала. Я собираюсь продолжать говорить, ты можешь меня остановить? Думаешь, меня волнует твоя жизнь? Хэмпэф, младший брат, ты все еще так невежественен. Я хочу только отомстить, а ты лишь инструмент для моей мести. Я могу стать чьим угодно инструментом, но точно не твоим. Решительно ответил Фан Джен. Фальшивая воля Фан Юяня рассмеялась. У тебя нет выбора, даже если ты не хочешь. Ну и что? После участия в соревновании, по мере своего продвижения, ты убил многих волосатых Гу-мастеров, ты мстил за меня. Сегодня ты должен прислушаться к моим советам, чтобы успешно усовершенствовать Гу. Ты должен принять мое руководство, иначе завтра ты обязательно умрешь. Выражение лица Фан Джена было мрачным, но он не стал упрекать. Он сжал кулаки и погрузился в мертвую тишину. Через два часа он начал усовершенствовать Гу. Фан Юянь медленно подсказывал ему шаги. Фан Джен молчал, но следовал указаниям без каких-либо отклонений. Наконец, когда небо посветлело, на рассвете, Фан Джену удалось усовершенствовать жабу глотающую реку. Континент облачного покрова. Фан Юянь облегченно выдохнул воздух. Внутренний дождь перед ним был обработан должным образом. Он был похож на застывший лед, напоминающий абсолютно прозрачный нефрит. Но на самом деле обработка бессмертного материала до такой степени не была простой, как его замораживание. Здесь было более 50 этапов, использовалось более 20 методов усовершенствования Гу и 30 смертных убийственных ходов. Кроме того, все это нужно было сделать в течение нескольких минут. Потратив впустую три бассейна, Фан Юянь наконец добился успеха в четвертом бассейне внутреннего дождя. В это время к Фан Юяню подлетел комок фальшивой воли. Глаза Фан Юяня заблестели и, убедившись, что она безвредна, он мысленно извлек ее. Вскоре на уголках его гуд появилась почти неразличимая улыбка. Чтобы выжить, Фан Джин может только следовать моим указаниям. Даже если он ненавидит меня до глубины души, чтобы выжить он может только подчиняться. Каждый раз, когда он выживает под моим руководством, он будет чувствовать себя униженным и злым. Но пока это происходит один раз, это будет продолжаться. Чем чаще это происходит, тем меньше он чувствует себя затронутым. В конце концов, он привыкнет к моему существованию и будет полагаться на меня подсознательно. К тому времени, это будет лучшее время для усовершенствования кровавого божества. Но его нынешнее психическое состояние все еще недостаточно хорошо. Его нужно тренировать дальше. Кровавое божество было долгосрочным планом Фан Юяня. Фан Чжин был вторым шагом этого плана. Первым шагом этого плана было усовершенствование бессмертного гу кровавого божества. Фан Юянь хотел усовершенствовать бессмертного гу в своей первой жизни. Он даже нашел проблемы с порочной молниеносной дьяволицией, чтобы получить ее остаток рецепта. Только после усовершенствования бессмертного гу кровавого божества и убийства кровного родственника он смог бы создать кровавое божество. Сейчас у Фан Юяня был рецепт бессмертного Гу, но он был готов лишь на 70%. Когда он был бессмертным зомби, у него не было ресурсов и сил, чтобы завершить рецепт бессмертного Гу. Теперь он ожил, но больше не мог ступить в свет мудрости. Даже если я не смогу использовать свет мудрости, с моим достижением Гроссмейстера в пути крови и пути мудрости, этого достаточно, чтобы вывести остальную часть рецепта бессмертного Гу кровавого божества. Просто времени и усилий потребуется гораздо больше, чем при использовании света мудрости. Даже после усовершенствования бессмертного Гу кровавого божества, чтобы убить Фан Джина и создать кровавое божество, мне все еще нужно сначала изменить его точку зрения, по крайней мере, мне нужно сделать так, чтобы он не испытывал ненависти ко мне. Потому что превращение родственника, наполненного ненавистью, в кровавое божество вызовет обратную реакцию у владельца, они как обоюдоострый меч, наносящий вред врагам, но также способны навредить им не самому, если я ослаблю бдительность. На самом деле, в мире Гу мастеров существовало множество способов повлиять на чувства человека по отношению к другим людям. Путь мудрости имел бесчисленное множество методов, путь эмоций был еще более специализированным в этом. У Фан Юэня было довольно много таких методов, если бы он захотел, он мог бы использовать только один из них, чтобы сделать Фан Джина послушным и преданным ему. Но для этого нужно было воздействовать на Фан Джина внешней силой, изменяя его истинные эмоции. А когда его убьют и превратят в кровавое божество, знаки даа пути мудрости, использованные на нем, будут полностью удалены, останутся только чистые знаки даа пути крови. В это время истинные эмоции Фан Джина вернутся. Фан Юэнь мог лишь медленно изменить эмоции и взгляды Фан Джина, и тогда он сможет получить кровавое божество, соответствующее его стандартам. Очевидно, что изменение взглядов Фан Джина будет очень долгим процессом, а завершение рецепта кровавого божества бессмертного Гу также было далеким проектом. По крайней мере, у Фан Юэня сейчас не было времени на это. Не говоря уже о том, что после того, как он усовершенствует рецепт кровавого божества бессмертного Гу, ему все равно придется готовить бессмертные материалы для усовершенствования кровавого божества. Однако последний пункт был намного проще, чем другие пути, у Червейгу кровавого пути была особенность, стоимость их усовершенствования была довольно низкой. Эти многочисленные причины определили, что план усовершенствования кровавого божества может быть только долгосрочной целью. Но сколько бы времени это не заняло, если он будет двигаться вперед шаг за шагом, упорно и не сдаваясь, то в конце концов добьется успеха. В настоящее время Фан Юэнь выкраивал время из своего плотного графика, чтобы тренировать Фан Джина, постепенно достигая своей цели. Путь в тысячу миль начинается с одного шага, капли воды превращаются в реку. Поняв ситуацию Фан Джина, Фан Юэнь активировал Червейгу, чтобы создать фальшивую волю, которая затем вылетела наружу. Эта фальшивая воля полетела в разум Фан Джина, пополняя фальшивую волю, которая была израсходована в его разуме. Прошло несколько дней, Фан Юэнь стал очень искусным в обработке внутреннего дождя. Затем Дух Земли Ланг Я дал ему еще один набор бессмертных материалов для ознакомления и освоения техники усовершенствования Гу. Фан Юэнь в основном уделял внимание этому аспекту, готовясь к усовершенствованию изменения формы бессмертного Гу. Когда он был свободен, он обращал внимание на свою суверенную бессмертную апертуру, проверял изменения в своей бессмертной апертуре и управлял ею. Гу-мастера подпитывали свою апертуру, а апертура производила первобытную сущность, которая затем использовалась для активации Червейгу. Но независимо от того, были ли это Червейгу, материалы Гу или первобытные камни, Гу-мастера полагались на внешний мир для получения этих ресурсов культивирования. На уровне Гу-бессмертного бессмертная апертура могла не только производить бессмертную сущность, но и бесчисленные ресурсы, и они были чрезвычайно безопасны и надежны, в отличие от ресурсов из внешнего мира, за которыми Гу-бессмертный должен был постоянно следить, чтобы другие не украли их. Для Гу-бессмертного бессмертная апертура была самой безопасной производственной базой, если им правильно управлять, то это будет очень большой помощью для Гу-бессмертного и прочной основой, на которую он сможет опереться. Благодаря наличию одинаковых знаков ДАЯ, она могла производить наиболее подходящие ресурсы, необходимые Гу-бессмертному, и производить пищу для бессмертных Гу. Торговля ресурсами с внешним миром могла принести Гу-много камней бессмертной сущности. Была даже вероятность того, что в бессмертной апертуре сформируется совершенно новый дикий бессмертный Гу. Фан Юань осмотрел свою бессмертную апертуру. Его бессмертная апертура была разделена на 10 слоев, по расположению напоминающих 5 регионов и 9 небес. Почему возникла такая схема, была ли она намеренно создана спектральной душой или же она возникла естественным образом? Фан Юань не знал. В конце концов, он не играл никакой роли в создании суверенного бессмертного эмбриона Гу. Он был лишь счастливчиком, который ухватил плоды успеха в последний момент. Фан Юань удобно назвал слои, сославшись на 5 регионов и 9 небес, добавив лишь слово мини, например, мини-северная равнина, мини-восточное море и так далее. Проведя несколько наблюдений, Фан Юань постепенно открыл несколько небольших тайн суверенной бессмертной апертуры. Он обнаружил, что 5 регионов и 9 небес суверенной бессмертной апертуры были не только похожи на внешний мир по расположению, но и их окружение было почти одинаковым. Например, мини-северная равнина имела рельеф бескрайнего равнинного луга. Знаки до пути ветра в бессмертной апертуре были несколько более многочисленны в этой области. Большинство знаков до пути огня в бессмертной апертуре находилось в мини-западной пустыне. В мини-южной границе было больше знаков до пути земли, а также несколько знаков до пути яда. Обнаружив это, Фан Юань соответствующим образом распределил накопленные им ресурсы культивации. Он поместил жутких огненных драконьих питонов в мини-западную пустыню. Рыбу дракона в мини-восточное море, сожалеющих пауков в мини-южной границе, бамбуковый лес стрел, траву звездного осколка и так далее, в мини-синее небо. Что касается мини-северной равнины, то там было большое количество снежных монстров. Эти монстры остались после первого земного бедствия, и среди них было большое количество снежных монстров уровня опустошающих зверей, и даже древних снежных монстров уровня опустошающих зверей. В данный момент у Фан Юяня не было времени и сил разбираться с этими снежными монстрами, поэтому он оставил их в стороне. В любом случае, мини-северная равнина была пустой, без ценных ресурсов и довольно большой, поэтому эти снежные монстры могли свободно передвигаться. В конце концов, они не были похожи на руинных летучих мышей, которые могли пробить стены апертуры. Воздушная рыба-пузырь, волк с акульим-плавником, литературные карпы, опустошающий зверь-гигантский рогатый баран, земная песчаная чайка, нефтяная вода, каменные люди, лес кровавый чжи, зеркальные ивы и т.д. также были расставлены правильно. Пока Фан Юянь тренировал свои навыки усовершенствования гу, он также уделял некоторое время присмотру за этими ресурсами. Бамбуковый лес стрел, трава звездного осколка и т.д. могли быть перемещены в мини-синее небо, но производство червей-гу в них ужасающе упало. Между тем, у жутких огненных драконьих питонов и рыб-драконов наблюдалось незначительное снижение репродукции. Только у сожалеющих пауков уровень производства был таким же, как и раньше. Ничего нельзя было поделать, суверенная бессмертная апертура могла иметь широкие перспективы и неограниченный потенциал, но в настоящее время она пережила только одно земное бедствие. Хотя она обладала знаками до каждого пути, но в ней было всего около сотни знаков до большинства путей. Рост сожалеющих пауков основывался на знаках до пути мудрости, драконьих рыб на знаках до пути пищи и пути воды, а в среде обитания жутких огненных драконьих питонов было больше знаков до пути огня. Производство смертных гу-пути звезд в бамбуковом лесу стрел и на полях травы звездных осколков зависело от знаков до пути звезды. Ранее он размещал эти ресурсы на благословенной земле бессмертной ху или благословенной земле звездной формы. Первая прошла через шесть или семь земных бедствий и имела множество знаков до. Ее знаки до пути огня и пути воды превышали число в суверенной бессмертной апертуре. Если благословенная земля звездной формы сама по себе была сосредоточена на пути звезды, то суверенная бессмертная апертура просто не могла сравниться с ней в этом аспекте. Однако не все пути в суверенной бессмертной апертуре имели всего около сотни знаков до. Знаков путицы было гораздо больше, потому что Афан Юянюбилгу бессмертного путицы Цицзая в южной границе горного хребта пяти регионов и получил свой запас знаков путицы. Однако знаки до путицы все еще не были самыми высокими по количеству, самыми высокими были знаки до пути снега. Фан Юянь с трудом прошел свое первое земное бедствие, называть его земным бедствием было неуместно, оно было настолько ужасающим, что намного превосходило десять великих катастроф. У бедствия и несчастья было правило, баланс удачи и бедствия, чем сильнее сила бедствия и несчастья, тем больше благ мог получить гу бессмертный после их прохождения. Под преимуществами здесь подразумевались знаки до. Фан Юянь получил огромное количество знаков до во время своего первого земного бедствия. Среди них наибольшее количество знаков до пути снега, затем следовали знаки до пути силы и до пути трансформации. Последние два пути до были меньше по количеству, чем путь ци. В конце концов, знаки до пути цифан Юяня были накоплены за всю жизнь гу бессмертного цитзая седьмого ранга, а знаки до пути силы и до пути трансформации были получены только во время первого земного бедствия. Эти знаки до уже начали влиять на суверенную бессмертную апертуру у фан Юяня. В других четырех малых регионах это было еще незаметно, но в мини-северных равнин уже был большой участок снежной равнины, и его граница все еще медленно расширялась. Эта среда была достаточно хороша для фан Юяня, чтобы посадить много видов холодостойкой растительности, как и в случае с благословенной землей бессмертной ху, когда после нескольких земных катастроф окружающая среда изменилась, и бессмертная ху смогла посадить траву синей степени, траву каштана, шесть божественных трав, цветы молочного чая и так далее. Один из главных принципов управления бессмертными апертурами заключался в том, чтобы действовать в соответствии с окружающей средой. К усовершенствованию изменить форму фан Юяня готовился изо всех сил, а на центральном континенте группа инвусе тоже не бездействовала. Они получили свет незапамятные эпохи и начали собирать другие бессмертные материалы, перечисленные в рецепте гу. Они смогли решить небольшую часть вопросов из собственных запасов, но оставалось еще много предметов, которые нужно было покупать во внешнем мире или обменивать с другими. Инвусе унаследовал остатки сил секты теней и был боссом организации бросить вызов, поэтому его первым выбором была торговля ресурсами организации, переговоры, торги и, наконец, сделки. Гу бессмертные гнались за прибылью, а в условиях свободной структуры бросить вызов заключать сделки с бессмертными материалами было нелегко. Уин Вусе и Хэй Лу Лан чуть не пересохло во рту во время переговоров. Шиню и Тай Бай Юнь Шин не были искусны в переговорах. После долгих мучений и усилий, Инвусе, наконец, смог собрать три порции материала в гу. Юй Му Чунь уже мертв, у меня нет выбора, кроме как отказаться от стиля волосатого человека неба и земли и использовать стиль человеческой изоляции для усовершенствования исправленного бессмертного путешествия. Процент успеха этого метода довольно низок, всего трех порций бессмертных материалов недостаточно. Инвусе не переставал покупать материалы, более того, чтобы усовершенствовать гу, он и трое других бессмертных рискнули вернуться в земную бездну. Секта Теней организовала в земной бездне суперформацию гу, которая могла оказать огромную помощь в усовершенствовании гу. Когда Инвусе-2 успел собрать шесть полных порций бессмертных материалов с помощью бросить вызов, произошел казус. Член бросить вызов, демонический гу бессмертный Гун Сун Лян, который скрывался в долине Мингтанг, попал в засаду и был схвачен гу бессмертными небесного суда. Гун Сун Лян послал в бросить вызов просьбу о помощи, и вся бросить вызов немедленно погрузилась в бурю. Гун Сун Лян, который очень хорошо прятался, был схвачен. Более того, Небесный суд лично сделал свой ход, что было действительно шокирующим. Большинство членов бросить вызов были теми, кто был подавлен или исключен десятью великими древними сектами центрального континента, и тайно объединились для выживания. Между тем, десять великих древних сект были не более чем дочерними предприятиями Небесного суда. Перед лицом колоссального Небесного суда все в бросить вызов чувствовали себя неуверенно и боялись, что Гун Сун Лян раскроет улики, которые выдадут их. Чертов Небесный суд! Инвусе мог только проклинать. Из-за этого события другие члены бросить вызов скрылись и больше не осмеливались общаться с ним, не говоря уже о торговле бессмертными материалами. Инвусе знал, что они не только боялись Небесного суда, но и сомневались в нем, в своем начальнике. Ведь ранее Гун Сун Лян одолжил свой бессмертный Гу Инвусе, и именно он встретил катастрофу, в то время как бессмертный Гу остался у Инвусе. Неужели из-за жадности к бессмертному Гу босс намеренно не спас Гун Сун Ляна? Из-за этого подозрения сила и престиж имени босса сильно пострадали. Гун Сун Лян был схвачен, что лишило Инвусе оптимального источника сбора бессмертных материалов. Не имея выбора, они могли только воспользоваться помощью Желтого Неба. Это был самый большой рынок в пяти регионах, но плата за услуги была высока, а сделки не были тайными, их легко могли отследить те, у кого было такое намерение. Короче говоря, риск был велик, если бы не было другого выхода, Инвусе не стал бы использовать этот метод. Гун Сун Лян схвачен, Небесный суд рано или поздно узнает об этом месте. Владыка башни Небесного надзора мертв, но фея цзыва и пробудилась. Я должен как можно скорее усовершенствовать исправленное бессмертное путешествие. Инвусе все больше и больше торопился. Его обстоятельства также ухудшались с каждым днем. Секта Теней опустошила почти все свои сокровищницы, чтобы улучшить суверенный бессмертный эмбрионгу. Даже использовала Альянс Зомби в качестве бессмертных материалов для улучшения в формацию десяти экстремальных сил. Шену мог быть седьмого ранга, но его бессмертная апертура не управлялась должным образом. Хэйлу Лан и Тайбай Юньшин не так давно достигли уровня Гу бессмертного и имели ограниченные накопления. Хотя желтое небо обладало великолепной коллекцией бессмертных материалов, Инвусе страдал от бедности и вынужден был очень осторожно расходовать оставшееся богатство. Ему приходилось торговаться по мелочам, кто захочет заключать с ним сделки с бессмертными материалами. В итоге, когда Инвусе смог собрать десять порций материалов Гу через сокровища желтого неба, он почти дошел до того, что проливал слезы горечи, выражение его лица было несчастным. Тигра, не имеющего силы, задирают собаки. Если бы это было до битвы на горе Тянь, то там было бы десять или двадцать целых порций бессмертных материалов шестого ранга, которые можно было бы получить лишь из части сокровищницы секты теней. Даже если бы материалов не было в сокровищнице, по одному приказу Альянс зомби пяти регионов мобилизовал бы большое количество бессмертных зомби для сбора бессмертных материалов. Зачем ему было входить в такое состояние? Чтобы собрать бессмертные материалы, нынешние Инвусе и остальные уже почти опустошили свои карманы. Я должен преуспеть в усовершенствовании исправленного бессмертного путешествия. Я должен преуспеть, внутренне воскликнул Инвусе. Его ситуация была полна трудностей, в то время как Фан Юань продвигался планомерно. Фан Юань уже обсудил с духом земли Ланг Я, что даже если первое усовершенствование Гуни увенчается успехом, они все равно продолжат. Что касается бессмертных материалов, необходимых для второго или третьего раза, то Фан Юань должен был взять все расходы на себя. У него было достаточно денег под рукой, точнее, у него было очень много денег под рукой. Производство основных ресурсов сократилось, но доходы Фан Юань вместо этого увеличились в несколько раз. Причина – основа пути времени в суверенной бессмертной апертуре Фан Юань была чрезвычайно богата, скорость времени внутри была в 60 раз выше, чем во внешнем мире. Что это означало? Один день во внешнем мире равнялся двум месяцам в суверенной бессмертной апертуре. При таком увеличении времени производилось больше ресурсов, что полностью компенсировало снижение скорости производства. Однако только часть этих ресурсов Фан Юань мог продать. Во время переговоров с духом земли Ланг Я, Фан Юань намеренно заложил гору Даньхун. В любом случае, Фан Юань смог выплатить долг. Но это, однако, дало духу земли Ланг Я много стимулов. Дух земли Ланг Я немного опасался, что усовершенствование Гу удастся за один раз, и тогда он не сможет воспользоваться шансом получить гору Даньхун. Несколько дней спустя, в глубокой части земной бездны центрального континента, Шену вернулся извне и доложил Инвусе. «Господин, я уже провел четкое расследование. Из-за огромной пещеры произошел большой переполох. Секта древней души послала трех бессмертных Гу для расследования. Согласно вашим указаниям, я уже приманил к ним несколько древних опустошающих зверей и пять групп опустошающих зверей. Поскольку в них, по всей видимости, есть дикий бессмертный Гу, три бессмертных Гу из секты древней души будут заняты. Шену был каменным человеком. Он родился со знаками до пути земли. Культивирование Шеню на пути земли было чрезвычайно полезным в такой среде, как земная бездна. Инвусе кивнул. Ты хорошо справился с этим делом, но небесная воля повсюду не будь беспечным. Когда я буду усовершенствовать Гу, небесная воля может повлиять на этих Гу бессмертных, чтобы они пришли сюда и разрушили наш план. Шену задумался на мгновение, прежде чем заговорить. Господин прав, но в этом направлении мы уже расставили три группы опустошающих зверей, чтобы помешать им. Даже если они прорвутся через опустошающих зверей и доберутся сюда, у нас будет достаточно времени, чтобы отреагировать. Инвусе слегка покачал головой. Ты еще не видел истинной силы небесной воли. Она может влиять не только на Гу бессмертных, но и на опустошающих зверей и опустошающие растения. В решающий момент эти опустошающие звери могут напасть на нас. Выражение лица Шену изменилось. Если группа опустошающих зверей нападет здесь, что нам делать? Он имел в виду, не были ли его прежние приготовления по заманиванию групп зверей просто выстрелом себе в ногу? Не стоит беспокоиться. Моя уверенность не в этих группах опустошающих зверей или древних опустошающих зверях, а в этой суперформации Гу. Сказал Инвуси, и в его глазах вспыхнул проницательный огонек. Здесь было самое безопасное место на центральном континенте. Эта суперформация Гу охватывала все аспекты. Она не только скрывала их от небесной воли, она предотвращала вычисление Гу бессмертных путей мудрости, а также имела невероятную атаку и защиту. Она даже могла помочь в усовершенствовании Гу. Когда спектральная душа был в двери жизни и смерти, он пожирал души и получил воспоминания и опыт культивации бесчисленных Гу бессмертных. Когда он был жив, он был преподобным демоном спектральной души, его талант был на высшем уровне даже в истории. Опыт пути формации и пути усовершенствования был поглощен спектральной душой, благодаря этому он сэкономил много времени и сил, поднял свой путь формации, путь усовершенствования и другие пути до уровня великого гроссмейстера. И эта суперформация Гу была разработана спектральной душой в двери жизни и смерти, можно было представить, насколько она была мощной. Инвусе полагался на эту суперформацию Гу для усовершенствования Гу, это была гениальная идея. Даже если группы опустошающих зверей или древние опустошающие звери нападут, он мог использовать суперформацию Гу, чтобы убить этих опустошающих зверей и древних опустошающих зверей, используя их души для подпитки суперформации Гу и увеличения ее силы. Таким образом, не было никакой проблемы с созданием проблем для себя. Беспокойство Шину было неоправданным, хотя он и жил здесь долгое время, он не знал истинной силы этой формации Гу. Я не уничтожал цикаду весны и осени, небесная воля пребывает внутри этого Гу, поэтому местонахождение суперформации Гу известно небесной воле. Но это не проблема, даже если Гу бессмертные 8 ранга небесного суда нападут на нас, я смогу защитить нас в течение некоторого времени. Поскольку башня небесного надзора теперь разрушена, даже если у них есть судьба Гу, шансы небесного суда добраться сюда невелики. Инвуси не отказался от цикады весны и осени после тщательного обдумывания. Фан Юань мог использовать цикаду весны и осени, чтобы разрушить план секты теней за 100 тысяч лет. Тогда почему Инвуси не мог использовать цикаду весны и осени в качестве последнего козыря? Небесная воля была огромна, она заботилась только о балансе, она не терпела обид. Любой, кто угрожает этому миру или угрожает формам жизни в этом мире, станет мишенью небесной воли. В данный момент главной целью небесной воли был Фан Юань, а не Инвуси. Таким образом, несмотря на то, что цикада весны и осени была полна небесной воли, она все еще была полезна для Инвуси. В планах Инвуси было переработать цикаду весны и осени, очистить ее от небесной воли и сделать легендарного Гу своим. Но это были планы на будущее. Сейчас же Инвуси был занят усовершенствованием исправленного бессмертного путешествия. Этот бессмертный Гу был ключом к решению его проблемы. С этим бессмертным Гу он мог отправиться куда угодно, он вновь обретет свободу, в которой так нуждался. Времени нет, мы должны усовершенствовать исправленное бессмертное путешествие сейчас. Шину, не сопротивляйся, я активирую формацию Гу и отправлю тебя в ядро формации, ты будешь помогать мне в усовершенствовании Гу, приказал Инвуси. Да, господин, я сделаю все возможное, даже если мне придется поставить на карту свою жизнь, быстро ответил Шиню. После перемещения Шиню, Инвуси также подошел к самому центральному ядру формации. Что касается Тайба Юньшина и Хайлу Лань, то они были перемещены в два других ядра. Несмотря на то, что это было всего лишь исправленное бессмертное путешествие шестого ранга, это усовершенствование Гу было очень важным для будущего секты Теней и даже для ситуации в пяти регионах. Усовершенствование Гу началось, полмесяца спустя, северные равнины, благословенная земля Лангья. Вот-вот должна была начаться первая попытка усовершенствования изменения формы бессмертного Гу. Фан Юань стоял на континенте облачного покрова и с серьезным выражением лица смотрел на духа земли Лангья. Дух земли Лангья уже не был таким мудрым, он был мужественным и мускулистым, на его теле были черные волосы, он парил в небе, как демонический бог. Он зарычал, его голос наполнил сцену, облака рассеялись от его действий. Знаки Даа, казалось, засветились от его голоса, окружающая местность была полна ими. Эти знаки Даа, в основном знаки Даа пути усовершенствования, они исключительно хорошо помогают в усовершенствовании Гу. Гордо заявил дух земли Лангья, он снова зарычал. Во время рычания по всему небу засияли сгустки света, они сияли красивым и ярким светом, это было ослепительное зрелище. Что происходит в небе? Скорее смотрите, снова произошло бессмертное чудо. Не так давно здесь был радужный луч, а теперь в небе появились радужные звезды. Это такое грандиозное зрелище. Сразу же на континенте черных волос, континенте желтых волос и континенте белых волос начался большой переполох. Все люди, от нищих до королевских особ, восторженными взглядами смотрели на звезды в небе. Каждая звезда сочится аурой бессмертного Гу. Это компоненты дома бессмертных Гу. Котла усовершенствования, вопросительно спросил Фан Юань. Дух земли Лангья кивнул, с сожалением произнися. Ты угадал правильно. Жаль, что большинство основных бессмертных Гу пропало. Если бы котел усовершенствования был цел, шансы переработать изменить форму бессмертных Гу составляли бы 60%. Но забудьте об этом, если он потерян, я все равно не собираюсь ремонтировать котел усовершенствования, что может сделать полный котел усовершенствования. Истинная сила заключается не в бессмертном Гу, она зависит от самого Гу бессмертного. Будьте внимательны, я сейчас начну. В это время знаки ДА в окружающих сотнях ли засветились, небо засияло цветами радуги. Дух земли Лангья был высоко в небе, бесчисленные черви Гу летали вокруг него. Большое количество смертных материалов Гу были мгновенно очищены им. Скорость была настолько быстрой, что Фан Юань едва успевал за ними следить. Через некоторое время дух земли Лангья прорычал. Твоя очередь. В одно мгновение зрение Фан Юаня изменилось. Он заменил духа земли Лангья на его месте, паря в воздухе. Что касается духа земли Лангья, то он стоял на земле и наблюдал за Фан Юанем. Как выяснилось, дух земли Лангья оценил ситуацию и решил, что в этом процессе усовершенствования Гу будет использоваться метод усовершенствования Гу двойного бессмертного. Дух земли Лангья собирался использовать метод усовершенствования Гу волосатого человека, а Фан Юань собирался обрабатывать важные бессмертные материалы. Они имели равное значение в этом деле. Фан Юань был хорошо подготовлен. Появившись в небе, он взмахнул руками и достал большой таз с внутренним дождем. Дух земли Лангья увидел это и кивнул, почувствовав легкое удовлетворение. Фан Юань был спокоен и собран. Он имел глубокие основы фундаментальных знаний. Его методы также обладали неописуемой глубиной. Этот парень достойно переродился. С его опытом предыдущей жизни, его уровень достижений пути усовершенствования достигает Гроссмейстера. Но сделать этот последний шаг будет нелегко, оценил дух земли Лангья. Усовершенствование Гу проходило гладко. Все шаги были тщательно соблюдены. Даже если и случались случайности, то они были незначительными и ничтожными. Фан Юань и дух земли Лангья сделали достаточно приготовлений. А поскольку Фан Юань и дух земли Лангья не были неумелыми в пути усовершенствования, это было сотрудничество двух экспертов. В таком прогрессе не было ничего странного. Три дня и ночи дух земли Лангья и Фан Юань трудились без отдыха, и их тяжелая работа окупилась в виде неполного бессмертного Гу. Дух земли Лангья увидел это и был вне себя от радости. Похоже, что первая попытка усовершенствовать Гу увенчается успехом. Если только последние несколько шагов пройдут без проблем. Не успел он закончить свои слова, как небо загрохотало, раздался гром и сверкнула молния. Бессмертный Гу вот-вот должен был сформироваться, и на него обрушилось несчастье. Выражение лица Фан Юань изменилось, но его руки оставались неподвижными, манипулируя мистическим ледяным пламенем, закаляя неполный бессмертный Гу. Не волнуйся, это всего лишь испытание бессмертного Гу шестого ранга. Это не что. Голос духа земли Лангья стал очень высоким, как у петуха, которого держат за шею. Его глаза широко раскрылись, глядя на грохочущую молнию несчастья в небе. До того, как молния спустилась, ее интенсивность и аура уже превзошли стандарты шестого ранга в воспоминаниях духа земли Лангья. На самом деле, даже бессмертный Гу седьмого ранга не смог бы вызвать такую молнию. Почему это произошло? Сердито прорычал дух земли Лангья. Первый верховный старейшина, позаботься о усовершенствовании Гу, а я разберусь с несчастьем. Фан Юань стиснул зубы. Нет, в решающий момент ты не можешь уйти, твоя удача собачьего дерьма защищает бессмертного Гу. Позвольте мне разобраться с несчастьем, все формируйте древнюю боевую формацию, крикнул дух земли Лангья. Как только он это сказал, около десяти волосатых Гу бессмертных полетели к нему. Как только вспыхнул серебристый свет, снова появился огромный серебряный гигант. Боевая формация второго ранга в эпоху старой древности, небесный гигант Солор. Центральный континент, земная бездна. Хуф, хуф, хуф. Тяжело дышал инвусе, его глаза были красными. Он был похож на азартного игрока, который проиграл почти все свои деньги, и отчаянно пытался возместить потери. С полмесяца назад он пытался усовершенствовать исправленное бессмертное путешествие, до сих пор он потерпел неудачу восемь раз. Проклятье, у меня осталось всего два шанса. У меня есть формация Гу, чтобы помочь мне, но я все равно потерпел неудачу восемь раз. Стиль изоляции человека действительно имеет меньший процент успеха по сравнению со стилем волосатого человека неба и земли. Однако, даже если бы Юму Чун был жив, я бы никогда не использовал стиль волосатого человека неба и земли. Небесная воля хочет избавиться от меня, если я дам ей такую возможность, она будет использовать испытания для атаки. Если несчастье, которое противостоит суперформации Гу, разрушит ее, то будут проблемы. Фан Юян не знает о небесной воле, он использует стиль волосатого человека неба и земли. Хе-хе, удачи ему. Бум, бум, бум. Громкие звуки раздавались без остановки, и все небо континента облачного покрова сотрясалось. Это испытание грома небесных барабанов, сказал дух земли Лангья внутри древней боевой формации небесного гиганта Солора. На его лице отразились шок и замешательство. С этим испытанием грома небесных барабанов, каждый раз, когда гремит гром, бесформенные астральные молнии будут формироваться в теле Гу бессмертного, разрушая их кишки и органы. Сила может взорвать горы и расколоть волны. Это несчастье пути звука и пути молнии, обычные Гу бессмертные не могут легко защититься от него, они также обязательно умрут в этом несчастье. Однако, Фан Юянь, тебе не нужно бояться, это место окружено знаками да, а пути усовершенствования, это лучшая защита. Кроме того, у меня есть методы противостоять ему, пока небесный гигант Солор рядом, ты будешь в безопасности. Чувствуя беспокойство, дух земли Лангья передал это Фан Юяню, он боялся, что Фан Юянь будет отвлечен тревогой, что приведет к тому, что усовершенствование Гу закончится неудачей. Хотя дух земли Лангья хотел заполучить гору Даньхун, и неудача Фан Юяня в усовершенствовании Гу помогла бы в этом, он был духом земли, который должен был следовать своим обещаниям. Это было соглашение, заключенное преподобным демоном воровского неба и длинноволосым предком, он должен был сделать все возможное, чтобы помочь Фан Юяню, не интригуя против него. Фан Юянь парил в воздухе, совершенно не обращая внимания на раскаты грома снаружи, его выражение лица было спокойным, а разум – ледяным. Беспокойство духа земли Лангья было чрезмерным, Фан Юянь пережил столько битв, хаотическую войну пяти регионов, битву на горе Тянь. Он пережил все эти хаотические сцены, он был невосприимчив к подобному вмешательству, он был спокоен, его пальцы двигались быстро, как распускающиеся цветы, он стабильно продолжал усовершенствование Гу, бум-бум-бум. От каждого громового звука гигантское серебряное тело небесного гиганта Солора сотрясалось, волосатые Гу бессмертные, образовавшие боевой строй, почувствовали волнение, их волосы встали дыбом, как будто надвигался апокалипсис. Дух земли Лангья холодно фыркнул, у меня есть ход, который противостоит пути звука, узрите мой бессмертный убийственный ход, безмолвный мир. Серебряный гигант засиял безграничным блеском, серебристый свет был острым, как осколки солнца. Фан Юань вовремя закрыл глаза и активировал несколько защитных убийственных ходов, серебристый свет замерцал и бесследно исчез, безмолвный мир, грома больше не было слышно. На небе нависли темные тучи, в облаках сверкали бесчисленные молнии, но грома, сопровождавшего каждую вспышку молнии, уже не было. Спустя долгое время звуки грома вернулись от тихих, постепенно переходя к громким. С размером этого испытания грома небесных барабанов, даже если он расширится в десять раз, он не сможет прервать усовершенствование гу. Дух земли Ланг я только что самодовольно сказал это, когда темные облака в небе трансформировались, из темных облаков вырвались многочисленные сгустки синего света, каждый из которых был тенью синей чарующей молнии. Это был молниеносный зверь, его боевая мощь соответствовала гу бессмертным шестого ранга. Когда бессмертная Ху подверглась испытаниям, она умерла из-за тени синей чарующей молнии. А теперь Фан Юяню пришлось столкнуться с двадцатью из них, глаза духа земли Ланг я выпучились, он закричал, что происходит, почему второе испытание в виде тени синей чарующей молнии, и его размер в двадцать раз больше обычного. Даже несмотря на долгую жизнь и бесчисленный опыт духа земли Ланг я, он был заметно ошеломлен, сердце Фан Юяня подпрыгнуло, это было так похоже на ситуацию, когда он проходил испытание. Во время моего первого земного бедствия оно превзошло небесное несчастье. В этот раз, во время усовершенствования изменения формы бессмертного гу, произошло то же самое, здесь действительно двадцать теней синей чарующей молнии. Если бы я столкнулся с этим во время моего земного бедствия, я бы умер без вопросов. Во время первого земного бедствия Фан Юяня, небесная и земная ци превратилась в нескольких орлов железной короны, двух древних руинных летучих мышей, и бесчисленных древних снежных монстров, опустошающих зверей снежных монстров, и других. По размерам его первое земное бедствие было больше, но Фан Юянь едва его миновал. Если бы он столкнулся с этим земным бедствием с двадцатью тенями синей чарующей молнии, он бы не смог жить. Во время его земного бедствия древние руинные летучие мыши только образовались, когда Фан Юянь решительно атаковал их со всей своей мощью, не раздумывая, уничтожив их. У Фан Юяня была высокая атака и низкая защита, он использовал свое преимущество. Но если бы он сражался против двадцати теней синей чарующей молнии, все было бы иначе. Тене синей чарующей молнии были быстры, их боевая мощь соответствовала шестому рангу гу бессмертных, даже если бы Фан Юянь использовал трехслойную волну меча, он не смог бы поразить их. У Фан Юяня были бессмертные гу седьмого и восьмого ранга, но они не были защитными бессмертными гу. Фан Юянь обладал сильными атаками, но слабыми защитными методами, ему противостояли тене синей чарующей молнии. «Основная проблема в том, что я слишком быстро развивался, мои основы нестабильны, у меня слишком много слабых мест», – подумал Фан Юянь. На самом деле, он уже давно обнаружил эту проблему. Но после битвы на горе Тянь у него было мало времени, и он не имел свободного времени, чтобы исправить эти недостатки. 20 теней синей чарующей молнии набросились на Фан Юяня. Они были так быстры, словно молнии, что Фан Юянь успел увидеть лишь несколько синих следов, прежде чем все они оказались рядом с ним. Дух земли Ланг Я закричал в панике, используя еще один бессмертный убийственный ход. Тело серебряного гиганта сияло светом, внутри чистого белого света, тело серебряного гиганта расширялось, пока не увеличилось в размерах в десятки раз. Первоначальный серебряный гигант и так был огромным, а с такой трансформацией его ноги ступили на континент облачного покрова, а голова устремилась к небесам. Гороподобное тело серебряного гиганта интенсивно сотрясалось, он использовал еще один бессмертный убийственный ход. Тени сини чарующей молнии уже были слева и справа от Фан Юяня, они врезались во внезапно появившуюся стену света и отскочили назад. После спасения Фан Юяня серебряный гигант поднял руки и сцепил их вместе, образовав круг, внутри которого оказался Фан Юянь. Его руки были огромными, они охватывали пространство вокруг Фан Юяня. «Ситуация плохая, несмотря на то, что мой убийственный ход может защитить от теней сини чарующей молнии, твое усовершенствование все еще прерывается, тебе нужно быть осторожнее, на тебя могут напасть более сильные атаки, если ты не сможешь устоять, то усовершенствование гу будет провалено». Снова передал дух земли Ланг Я, Фан Юянь кивнул, он молчал, выражение его лица было тяжелым. В процессе усовершенствования гу ему помогали бесчисленные знаки даа пути усовершенствования, и даже оставшаяся часть котла усовершенствования находилась в воздухе. Но сражение серебряного гиганта с тенями сини чарующей молнии нарушало знаки даа, вызывая бесчисленные сотрясения. Все это было проблемой для Фан Юяня. Если он допустит ошибку, то вся его тяжелая работа пойдет на смарку. Бам-бам-бам-бам. До ушей Фан Юяня донеслись громкие грохочущие звуки. Тени сини чарующей молнии, словно синие пчелы, окружили серебряного гиганта и атаковали его с двух сторон. Они двигались быстро, в то время как серебряный гигант двигался неуклюже. Вы кучка глупцов, выругался дух земли Ланг-я. Он должен был защищать Фан Юяня и держать его руки в стабильном состоянии, его нельзя было отвлекать, поэтому вопрос противостояния теням сини чарующей молнии был оставлен другим волосатым гу бессмертным. Но эти волосатые гу бессмертные имели низкую боевую силу, они не умели управлять гигантом. Даже если они старались изо всех сил, бессмертные убийственные ходы, которые они использовали, либо проваливались, а если и удавались, то во внешнем мире создавали яркие эффекты, но не оказывали должного воздействия. Спустя долгое время они убили только одну тень синей чарующей молнии, и то благодаря удачному попаданию. У духа земли Ланг-я не было сил даже кричать на них, сейчас все очень плохо, он был полон беспокойства. Серебряный гигант был создан с помощью небесного гиганта Солора, он увеличился более чем в 10 раз, а его защита стала меньше, чем раньше. Он мог только принимать удары, пока тени синей чарующей молнии атаковали его, он становился все более прозрачным, исчезая со временем. Хотя положение Фан Юяня стабилизировалось из-за внешнего вмешательства, его скорость резко упала. Дух земли Ланг-я подсчитал, что с такой скоростью серебряный гигант не сможет продержаться до конца. Он уже был занят, а Фан Юянь сосредоточился на усовершенствовании Гу, и они не могли сражаться. Без посторонней помощи это усовершенствование было обречено на провал. К счастью, это моя первая попытка, ничего страшного, если она не удастся, у меня есть средства. Отношение Фан Юяня было довольно хорошим, у него был позитивный настрой. Кто может рассчитывать на успех с первой попытки, когда речь идет об усовершенствовании бессмертного Гу? Фан Юянь мог смириться с неудачей, но в земной бездне центрального континента у Инвуси не оставалось альтернатив. Это последний шанс, последний набор бессмертных материалов. Я не могу снова потерпеть неудачу. Лоб Инвуси покрылся потом, он стиснул зубы. Он был похож на волка, которого прижали к краю обрыва. Если он потерпит неудачу, собрать еще одну партию бессмертных материалов будет крайне сложно. В этой ситуации я могу использовать только свою козырную карту. Меня не волнует обратная реакция, мне нужно сначала преодолеть этот кризис. Инвуси принял решение и активировал определенный бессмертный убийственный ход. Сильная боль пронзила глубины его души. Под действием бессмертного убийственного хода вся его душа превратилась в топливо и начала гореть. В то же время его удача постепенно росла. Мое основное тело исследовало здание 88 истинных ян и создало это движение. К счастью, я получил воющую душу Гу седьмого ранга раньше. Вместе с некоторыми смертными Гу я могу использовать это движение. В глазах Инвуси мелькнула решимость. Он собирался сделать все возможные, используя огромное количество удачи, чтобы помочь себе в усовершенствовании исправленного бессмертного путешествия. На этот раз у меня точно получится, внутренне закричал он. Внутри благословенной земли Ланг я существовала большая опасность. Серебряный гигант был чрезвычайно слаб, он был на грани разрушения. Волосатые Гу бессмертные в гиганте получили серьезные травмы, у некоторых из них лопнули артерии, они отхаркивали кровь, некоторые потеряли сознание, другие сильно дрожали, их рвало пенистой слюной. Они собрали древнюю боевую формацию, теперь, когда формация была повреждена, повреждения отразились на них, осталось 11 теней синей чарующей молнии. Будь то Фан Юань или дух земли Ланг я, они были в отчаянии. В следующий раз, когда я буду усовершенствовать Гу, я точно не буду использовать стиль волосатого человека неба и земли. Фан Юань поклялся себе, в этот момент он чувствовал, что стиль изоляции человека был очень замечательным. Я действительно потерплю неудачу в этот раз, репутация моей благословенной земли Ланг я разрушена, это вина этих несчастий, которые так нелепо увеличили свою силу. Дух земли Ланг я был в ярости. Ладно, пора остановиться, подумал про себя Гу бессмертный шестой волос. Он был шпионом, которого секта теней поместила в благословенную землю Ланг я, раньше их было трое, а теперь остался только он один. Именно он общался с Инвусе, передавая ему информацию о Фан Юанье и благословенной земле. Пока он противостоял теням синей чарующей молнии, он мало чем помогал, фактически он занимался саботажем. С точки зрения секты теней, они не хотели видеть, как Фан Юанье совершенствует изменить форму бессмертного Гу. Для финальной атаки используем убийственный ход с жертвоприношением одной руки. Подумал шестой волос и чуть не рассмеялся вслух. Хотя этот ход был мощным, он сильно ослабил серебряного гиганта. Теперь, когда серебряный гигант был на грани разрыва, после использования этого хода он точно разрушится. Если я использую этот ход, то древняя боевая формация разрушится, и не только усовершенствование Фан Юанье потерпит неудачу, но и обратная реакция древней боевой формации убьет многих волосатых Гу бессмертных. После того, как я выживу, на меня возложат еще большую ответственность. Это идеально, просто идеально. В его глазах вспыхнул холодный свет. Предатель шестой волос решительно использовал одну руку для жертвоприношения. Одна из рук серебряного гиганта покинула его тело. Когда она упала, раздался яркий свет. А нет, какой идиот. Выражение лица духа земли Лангья изменилось. Он собирался выругаться. Как вдруг, отрубленная рука была поражена бессмертным убийственным ходом и с невероятной силой разлетелась в разные стороны. Бум! С громким треском раздался сильный взрыв. Он ударил по окружающим теням синей чарующей молнии. Эти тени синей чарующей молнии летали повсюду. В этот момент, по случайному совпадению, большинство из них собрались вместе, и были поражены этим взрывом. Все они умерли сразу. Ошеломляющий результат. Фан Юань был ошеломлен. Шестой волос был шокирован. Это, это действительно сработало. Дух земли Лангья тоже был в оцепенении. Через некоторое время он крикнул. Хорошая атака. С этим изменением серебряный гигант рухнул, а волосатые губи смертные были все ранены. Но осталось только три тени синей чарующей молнии, и ситуация быстро изменилась. Только дух земли Лангья мог справиться с этими тенями синей чарующей молнии. Шестой волос был в раскаянии. Он хотел напасть, но дух земли Лангья приказал ему позаботиться о других волосатых гу бессмертных. Час спустя Фан Юань держал только что усовершенствованную изменить форму бессмертного гу, стоя в недоумении. Первая попытка усовершенствования удалась. Центральный континент, земная бездна. Пух. Инвусе выплюнул кровь, упав назад. Его лицо было бледным. Он сразу же потерял сознание. Последняя попытка усовершенствования исправленного бессмертного путешествия провалилась. Бабочка трепетала крыльями, летала вверх и вниз, а под ее прекрасными крыльями рассеивался нефритово-зеленый свет. В конце концов, она приземлилась на кончик тонкого белого пальца Фея Цзывы. Фея Цзывы пристально посмотрела на нефритовую бабочку и, улыбнувшись, сказала, «Это исправленное бессмертное путешествие, именно». Пожилая женщина Гу Бессмертная рядом с ней сказала без выражения. «У этой старухи была сгорбленная спина, она сгибалась, ее волосы были желтыми, как пшеница, лицо было морщинистым, а глаза мутными. Она была одета в коричнево-желтый халат, вокруг ее талии было кольцо из песка». Фея Цзывы обернулась и искренне поблагодарила, всего лишь бессмертный Гу шестого ранга, а ему потребовался такой великий гроссмейстер пути усовершенствования, как бабушка Ша, и это было действительно честью для него. Эта пожилая женщина Гу Бессмертная была членом Небесного Суда, она недавно проснулась, у нее был восьмой ранг культивации, ей было несколько тысяч лет, а ее возрасте не было никаких записей, но в Небесном Суде были такие древние люди, кроме того, ее статус великого гроссмейстера пути усовершенствования был очень редким. Фея Цзывы знала немного больше, она была Гу Бессмертным Пути Мудрости, она могла вывести много секретов из маленьких подсказок, она знала, что у этой бабушки Ша была небольшая продолжительность жизни, она должна была спать в Небесном Суде, чтобы отсрочить наступление своей смерти, но она и владыка башни Небесного Надзора принадлежали к одному поколению, в молодые годы у них даже были отношения. Во время битвы на горе Тянь, владыка башни Небесного Надзора пожертвовал собой и умер, это встревожило бабушку Ша, она взяла на себя инициативу, чтобы прекратить свою спячку и проснулась. Бабушка Ша посмотрела на исправленное бессмертное путешествие в руки Феи Цзывы и глубоко вздохнула. Я старая женщина, половина моего тела находится в гробу, какая честь, «Разве я могу помочь тебе поймать Фан Юяня, просто усовершенствовав исправленное бессмертное путешествие?» Для усовершенствования исправленного бессмертного путешествия требовался важнейший бессмертный материал – свет незапамятной эпохи. В эту эпоху его уже не могли найти обычные Гу-бессмертные, но Небесный Суд был исключением. Это была организация Гу-бессмертных номер один в мире, существовавшая с эпохи далекой древности. Она играла ведущую роль на протяжении всей истории, высокомерно взирая на все пять регионов. Поместье облака на ветру было всего лишь сектой при Небесном Суде, но у них уже был свет незапамятной эпохи в их коллекции, а собственная сокровищница Небесного Суда, несомненно, содержала намного больше. Таким образом, бабушка Ша могла в спешке усовершенствовать исправленное бессмертное путешествие, не испытывая недостатка в бессмертных материалах. Это была основа Небесного Суда после трех миллионов лет существования. На вопрос бабушки Ша Фио Цзывы улыбнулась. Это результат моих вычислений, я уверена на 60%. В глазах бабушки Ша промелькнуло удивление. Вы с Владыкой Башни, Гу-бессмертные пути мудрости наравне друг с другом. С 60% уверенностью есть необходимость попробовать. Фио Цзывы слегка кивнула. По правде говоря, я смогла сделать вывод благодаря удаче, так как я получила важную информацию. То, что у Фан Юяня есть исправленное бессмертное путешествие и ЦК до весны и осени, больше не секрет. Некоторое время назад мы захватили Гу Бессмертного Демонического Пути, Гун Сумлина. Мы узнали о боссе, который позаимствовал у него Гу. Затем мы исследовали несколько мест, в которых мог появиться Фан Юянь. Одним из них была река Горшков. В поместье Облака на ветру Гу Бессмертный Фэн Чэн Цзэ украл свет незапамятной эпохи из их сокровищницы и продал его постороннему человеку. Таким образом, вы пришли к выводу, что исправленное бессмертное путешествие Фан Юяня уже уничтожено, верно? Спросила бабушка Ша. Такая возможность была, но, глядя на результат, мы оказались правы. Фия Цзэ уэй ответила. У этого Фан Юяня много бессмертных Гу, ЦК до весны и осени уже запечатано, а исправленное бессмертное путешествие находится у нас. Таким образом, поймать его будет намного проще, сказала бабушка Ша. Фия Цзэ уэй покачала головой, она облегченно вздохнула. На самом деле, исправленное бессмертное путешествие – это не проблема, это всего лишь бессмертный Гу шестого ранга, есть слишком много способов справиться с ним, верно? Бабушка Ша согласилась. Почти невозможно поднять исправленное бессмертное путешествие до седьмого или восьмого ранга. Света незапамятной эпохи требуется слишком много, даже в Сокровищнице Небесного Суда мы можем лишь попытаться трижды усовершенствовать версию седьмого ранга. Что касается восьмого ранга исправленного бессмертного путешествия, то оно ушло в историю. В эпоху незапамятной древности существовало неограниченное количество света, но теперь это был вымерший бессмертный материал. Но для усовершенствования исправленного бессмертного путешествия требовался свет незапамятной эпохи. Исправленное бессмертное путешествие шестого ранга не могло перемещать гу бессмертных седьмого ранга, не говоря уже о восьмом ранге. В телах этих гу бессмертных было множество знаков ДАА. Перемещать их с помощью исправленного бессмертного путешествия было все равно, что просить ребенка нести слона. Если только не было гу бессмертного, специализирующегося на пути космоса, или если использовался специальный бессмертный убийственный ход. Но такое случалось крайне редко. В целом исправленное бессмертное путешествие было ограничено шестым рангом. Хотя оно имело большой эффект, оно было мало полезно для седьмого и восьмого ранга гу бессмертных. Бабушка Ша продолжила. На самом деле, за всю историю небесного суда мы владели исправленным бессмертным путешествием несколько раз. В большинстве случаев мы отдавали его в пользование низшим сектам, но из-за несчастья и других причин оно терялись. Однажды исправленное бессмертное путешествие попало в руки гу бессмертного небесного суда Лянлина. Он поднял его до седьмого ранга. Этот человек культивировал путь космоса в одиночку. Но во время буйства незапамятных опустошающих зверей он сражался и погиб. И тогда исправленное бессмертное путешествие седьмого ранга было уничтожено. Исправленное бессмертное путешествие шестого ранга было сокровищем Фан Юяня. Но в глазах гу бессмертных небесного суда это был почти ничем не примечательный предмет. Он был непригоден для использования. Поэтому во многих ситуациях его отдавали десяти древним сектам, чтобы они могли проявить свою ценность и контролировать ситуацию на центральном континенте. Подумать только, Фан Юянь полагался на исправленное бессмертное путешествие, чтобы создать столько проблем в мире. Это была все та же поговорка. Не было сильнейшего червя гу, был только сильнейший гу мастер, гу бессмертный. Эффект червя гу зависел не только от самого червя гу, более важной причиной был пользователь, гу мастер. Фи отзывы продолжила. Поспешное усовершенствование исправленного бессмертного путешествия и запечатывание цикады весны и осени лишь подрезали крылья Фан Юяню. Настоящая проблема, найти его убежище. Теперь я сделаю вывод, используя все свои силы, и найду его на центральном континенте. Бабушка Ша, мне нужна твоя помощь, чтобы усовершенствовать бессмертного гу и восстановить башню небесного надзора. Бабушка Ша кивнула и сказала тяжелым тоном. Владыка башни мертв, я не смогла его спасти, но я могу восстановить башню небесного надзора.